Возьмем эти самые рации. И правда, игру потише сделаю, ибо она у меня орёт. Я пока ещё даже не знаю, что в этом главном меню пока ещё вышло. Режим приседания есть какой-то. Ну дают. Не знаю, что делать дальше. Попробуем снять предмет в самой комнате. Какой? Ча ещё? Тут пишут, что мне не знаете, что делать, да попробуйте снять предмет в вашей комнате. Так, че-то такое. Несно, непонятно, что по громкости, да надо её тише делать. Не надо её тише делать. Так, я пока создам. Так, только для друзей. Так, вот здесь комната. Раз. Топограф игра. Инверсия, язык, русский. Да, хорошо, что русский язык, конечно. Жалко, его в оригинале не было в первой части. Ну, че поделать. Так, звук вроде наполовину у меня настроен. Я думаю, пока так можно оставить. Че, че, че? Ще заедшь и видишь. Да? Мне просто тут нравится роль, которую накидывает экран. Так, как-то делаем сразу же, отключаемся от микрофонов и там в игре... Ну, давай сейчас, пока не началось. Ну, давай. А, то есть прямо сейчас отключаемся, да? А, все, все, понял. Так, начнется. Угу, угу. Так, участвовать. Шо это за фигня? Обесни. Подожди, у меня еще ничего не загрузилось. Сейчас. Ну. Никакая. Что вот так будет? Не, подожди, сейчас. Мне не нравится. Что это стало? Я зашел сюда лордом. Я могу быть крестьянином. Здорово, другого. Верни мне лорда. Так, играть с начала, да? Готов? Да? Блин, забавно. Начало мне уже нравится. Так, ну че, я вылезаю из тусовки тогда. Давай я тоже тогда. Ну как, я переключу, наверное, на игру просто. А, ну ладно. Сейчас тогда. Тусовка, приоритет чата игры. Так вот сделаю. Дверка открывается. Поражение еще не конец игры. Можно попытать счастье. Снова начался контрольной точки. О, я тебя в игре слышу, получается. Я тебя тоже. Я не выходил с тусовки, я просто переключился на чат игры, если что. Дверкинговый микой, походу, сама по себе не работает. Ну, понятно. Вот оно преимущество. Ну да, походу, сама микой, тупее, где на сайт заходил. Че-то он там не живая сегодня. Общение – залог успеха. А ты же, получается, пользуешься гарнитурой «Пульс», да, которая? А, он меня не слышит, наверное, да уже. Да. Ожидание. Ага, ожидание другого игрока. А, Донико, тише, не надо делать игру. Это что? Илюх, это продолжение гениальнейшей игры. Кооперативной. Прям бомбической. Мы с Никитой когда-то проходили первую часть. Игру тише, понял. Сейчас тогда ждем. Тогда ждем. После доставки сделаю потише. Это офигеть, какая крутая игра. КОНЕЦ 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 Главное сейчас в меню зайти, игру потише сделать. Да, намного ее потише надо делать? Так, сейчас. А, Никит, короче, это сейчас я настройки игры залезу. Игру чуть потише сделаю. Никит, прием, ты меня слышишь? Да, я тебя слышу. Все, отлично. Сейчас буквально вот прям пару секунд процентов на 10 игру сделаю потише. Вот так, ребят, наверное, да, сделать? Или еще потише? Короче говоря, игрушка гениальная на самом-то деле. Вот вы вдвоем попадаете в замок. Ну, в прошлый раз, да, мы попадаете в замок, пытались от него выбраться. Связь идет путем общения через рацию. Фу, не поработи немного. Понял, понял, хорошо. Без проблем. Так, Никит, ты где находишься приблизительно? Что за комната у тебя? Что тебя окружает? Смотри, передо мной саркофаг. И на них нужно покрутить какую-то комбинацию значков. Так, ага, саркофаг. У меня здесь есть тоже гробы. Сколько у тебя там комбинаций, скольких значков? Три значка. Так, понял, смотри, первый значок, походу. Как будто кубок стоит. Кубок на ножках. Прием. Ага, понял, сейчас, посмотри. По-другому, как будто песчаные часы, песочные. И сверху у них как бы что-то есть. То есть две палки такие. Так, у меня тут вот, знаешь, примерно как выглядит, я тут нашел чаша. И под ней, типа, полукругс. Так, такого пока не вижу приема. Возможно, у меня это не первая в позиции, а вот другая сейчас и поищу. Так, повтори, как это выглядит. Смотри, как будто кубок стоит на поверхности. То есть просто кубок стоит на поверхности. У него сверху две палочки такие. Горизонтальные. Ага, нашел. Это у меня второй знак был. Так, хорошо. Значит, еще один знак. Человечек, грубо говоря, перевернутый, но без голова. Ну, нет, нет, вру-вру, знаешь, как будто тюлюпан, короче, цветочек нарисован. То есть палочка вертикальная, от него два ростка в разные стороны уходят. И в конце как будто ромб незавершенный прием. Ага, вижу. Так, сейчас к третьему. Третий почти то же самое, только как будто лисенок руки поднимает вверх. Так, я нашел лисенка, поднимающий руки вверх. Вот, это по идее три символа он. Так, все. Ага, трофей дали прием. Тоже дали. Сейчас пойду поищу, как отсюда выбраться надо. Здарова, Алекс. Рад тебя видеть. Как ты? Жвачка, приветствую, рад тебя видеть тоже. Так, сейчас, Никит, в момент я себе еще немного камеру подровняю, а то камера очень медленно двигается. Вот, я высказал по классике. Слушай, мои поздравления прямо так круто. Счастливый контроллер, наверное, вот так вот надо. Раз, два, три. Во, другое дело. Так, сейчас, Никит, я посмотрю, что вообще у меня такая за комната. Пока не понимаю, что вообще происходит. У меня есть еще кому-то со свечами. Опа, я нашел небольшую книгу, тоже со свечками. Сейчас тебе скажу что-то как. У меня, я так понимаю, какой-то порядок должен быть. Так, блин, у меня все на английском, короче, в книге написано. Дорогой кто-то там, позволь любви быть с тобой. Не понимаю, блин, тут еще текст просто написан как будто от руки. Твоя красота, словно свечение, от свечи. А, который находится в каком-то саду. А сколько у тебя там вообще свечек? Если больше, чем сообщений. Да, Никита уже в СПС-5 идет. Так, они как-то отличаются друг от друга? Они идентичные. А как-то, может, они расположены там в ряд по кругу и что-то в этом духе? Они у меня расположены по кругу. Тебе их нужно зажечь, получается, в каком-то порядке или что? Да, мне нужно их зажечь в каком-то порядке. Так, смотри, короче говоря, первая свеча на северо-западе. Кит, прием. Угу, сейчас. Как вообще, ребят? Саша сегодня выспался. Мернай, что ничего не выспался, Саша. Я что-то пытался, пытался, и в итоге вообще не хрена. Встал чуть раньше, но спать до сих пор хочу. У меня, кстати, к СОУ тут есть какое-то полотно с какими-то знаками. Потому что у тебя что такое есть? Так, сейчас погляжу, подожди. Да, у меня висит как будто флаг. Ну, флаг, знаешь, как бы этот символ принадлежности к какому-нибудь, например, клану, допустим. Есть красный и синий. Ты говорил северо-запад, да? Да, первая свеча северо-запад, получается. Ну, или на 10 часов, короче говоря. Зажег. Так, вторая свеча на 2 часа. Не, лучше гори в направлении, если есть вот... Северо-восток. Готово. Третий, юго-восток. Четвёртый, по идее, юго-запад. Дальше. Пятый, юг. Так, чё-то не выполнилось. Так, ладно, щас надо ещё подумать. Подожди. Ещё раз. Чеш, а дай-ка я здесь вообще посмотрю, что ещё здесь есть. Так, книги нельзя брать. А вот что ты говорил у тебя за полотна? У меня есть два полотна, красные и синие. На них два знака. Ну, на каждом по одному знаку. У меня тоже красные и синие полотно. Так, смотри, на синем полотне изображен как будто скорпион, грубо говоря. То есть, как бы знак скорпиона. То есть, голова с шариком, потом две как бы лапы с шариком, и на конце острый, соответственно, как стрелочка такая закругленная. Смотрит он наверх, если что, это синее полотно. Такого знака у меня нет. У меня как раз-таки один пропущен. Ну, а сейчас вдали красные посмотрю. На красном тоже одно пропущено. Ну, по идее, тебе вот эти знаки надо поставить, которые я тебе говорю. На красном у меня как будто человек перевёрнут сверху вниз. То есть, короче говоря, снизу голова, справа-слева трёхпалые руки, потом две палочки и сверху типа ноги. С отростком в форме достоинства, короче говоря. Слово, у меня эти полотна, кстати, закрыты, поэтому надо с свечами сначала их забрать. А-а-а, понял, понял, понял. Так, давай с свечами тогда. Ну вот я точно знаю, что первая свеча, это по идее, на северо-западе будет, вторая на северо-востоке. Вот она вроде как на русском, да, а всё равно до сих пор пишется на английском. Моя любовь. А я, конечно, на северо-востоке, да? Да, вторая на северо-востоке, третья на юго-востоке. Так, моя любовь. Для того, чтобы быть с тобой. Не понимаю, честно говоря. Дальше. Какая, третья или четвертая? Четвертая уже. Вот четвертая, тогда попробуй сначала юг. Затем север. И после юго-запад. Вот я тоже, да, об этом сейчас подумал. Либо наоборот. Так, ладно, давай заново тогда опять-таки северо-запад, северо-восток, юго-восток. Ну, тут, знаешь, что больше чего-нибудь интересует? Тут, как бы, два подхода. Тобой же стороны красного полота и синяя. А красное полотно должно быть, по идее, слева от тебя, а синяя справа. Да, да, все так. Так, давай еще раз. Северо-запад, северо-восток, юго-восток. Вот да, потому что, видишь, здесь как бы написано, цифра один слева на юго-запад. Запад, северо-восток, юго-запад. Так, ты три, да, сделал? Не-не, два северо-запад и северо-восток. Так, потом юго-восток. Дальше. Юг. Юго-запад. А, знаешь, давай по-другому попробуем. Давай, опять-таки, северо-запад, северо-восток, юго-восток. Не, а, не сработало. Так, три готовы. А, теперь юго-запад. Дальше. Север и юг. Так, давай последний вариант попробуем. Опять-таки, северо-запад, северо-восток, юго-восток. Вот я тоже пытаюсь собрать все. Юго-запад. И юг, и потом север. Тоже и мимо. Так, надо сообразить. Здесь подсказка как бы дается, но... Я пока не понимаю, что там. Сейчас подумаю, подожди. Что-то написано про звезды, про сад. Твоя красота в их свечении. У меня, типа, знаешь, есть вот какая-то книга, но... Чуть-чуть тут бред. Ну, у меня тоже книга. Есть как раз-таки это все в ней нарисовано и написано. Вот я пытаюсь понять, что такое. У меня еще знаешь, что-то на том листе какая-то часть оторвана. А там можно что-нибудь понять или собрать? Ну, вроде бы можно понять. Тут что-то без подсказок. Я пытаюсь понять, что за свечи, но... Как бы первые три точно... Ну, по идее, должны быть, как они поочередно идут. Дальше, как бы... Может, вроде, вот с их местами поменять. Тут не открывается ничего. Я зажечь тут ничего не могу, да? Так, думай, Гошу, думай. А это присесть. А это прыгать, понятно. Попроб пока просто, опять же, начальное зажечь три. То есть, как бы, северо-запад, северо-восток, юго-восток. Очень дальше будем думать. Северо-запад, северо-восток и юго-восток. Готово. Так, что там вообще в книге у тебя? Что-нибудь показано, нарисовано, написано, можете. А, сейчас я тебе скажу, подойду. Так, я не могу ли состраницей здесь? То есть, как бы, с книгой ничего делать не могу. У меня там, типа, знаешь, торгана страница и торчит какой-то барсук. Барсук. Попробую сейчас туда, ну, как бы, ты три уже зажег, теперь с севера. Юго-восток, ой, юго-запад и юг. Нет. Блин, ну, как бы, первые три точно правильно, то есть, как бы, с северо-запад, северо-восток, юг. А вот дальше, вот эти три, как-то, их, может, чередовать надо, попробую. То есть, по-моему, тоже на ты мне подсказать. У меня ничего такого нету. Ну, как бы, у меня, вот, показано просто, как бы, три последние, они показаны под цифрой три. Только одна из них просто, ну, под цифрой четыре, точнее. Одна из них просто четверка показывает, вторая показывает перечеркнутую четверку, а третья показывает перечеркнутую четверку и под ней цифра один. Ммм, интересно. А, Ром, к приветищам. Словно теперь Наруто у тебя еще есть, да? А может, прочерк этот, типа, заканчивается пять и еще один? Да вот, пес он узнает, но, как бы, непонятно все равно, вот, как бы. Я говорю, тогда просто попробую почередовать. То есть, когда первые три стандартные, как мы с тобой называли, а вот последние просто несколько раз почередую между собой. Слухаю сильные, что я не знаю, я не знаю, смотри, что... Агрессию переделаю. Ну, а куда, я говорю, куда это агрессивнее ищите. Так, еще раз скажу, сколько там палочек на каждой? Ну, смотри, как бы, на северо-западе одна пал... А, блин, я микрофон включил, забыл микрофон в игре включить. Короче, на северо-западе получается одна палочка, на северо-востоке две, на юго-востоке три, на юге четыре, на севере четыре и одна перечеркнутая, на юго-западе четыре и одна перечеркнутая, и под ними просто цифра один написано еще. Готово! Так, что надо было делать? Я сейчас тебе расскажу, что там было. Смотри, стандарт на три, потом юг, потом север, и уже получается северо-северо. Северо-западо. А, это северо-... Ну, у меня это просто юго-запад по кадру. Ну, слава, странно. Ну, ладно, хорошо, что получилось. Да-да-да, юго-запад. Странно, мне кажется, мы так уже делали. У меня теперь музыка поменялась, но не знаю, что открылась или не открылась. Посмотрю. А, ага, да, открылась. У меня открылись баннеры. Некоторые считают, что... Так, у меня открылись баннеры. Не переваривают. Я понимаю, вы понимаете, прекрасно. Hello, Karin! Are you a witch? No, I am a lord of this castle. Так, сейчас, Никита, буквально, блядь, здесь ориентировалась немного. А, и с тобой этот здоровый цикарин. Hi, Karin! А, по идее, я у тебя включил что-то. Может быть, свет какой-то. Короче, я рубильник потянул. Ой, твою ж мать, вообще ничего. Так, говори, что у тебя было запрошено на красных полотнах. Сейчас, минуту. Я здесь еще одну книгу нашел, которая мне показывает центр моей комнаты. Сейчас, прям, минутку. Альтера, здесь. Для 1-1 нужно зажечь свечи. Магические символы нужны для... Я ничего не знаю, это, прям, слово непонятное. Боже мой, какие же не были это слова. Чтобы избежать смерти... Великая жертва должна быть принесена. Вот слева, снизу, написано, чтобы избежать смерти, должна быть принесена Великая жертва. Так, первая фаза. Сейчас, у меня есть какие-то... Слушай, у меня есть... У меня есть какие-то три фазы. Сейчас я пытаюсь перевести, что за фазы такие. Для того, чтобы принести в жертву что-то там, чтобы избежать смерти. Соберите... Господи... Ну могли бы мы тексты по-другому ещё написать, блин, вот... Зажгите свечи... Ладно, потом разберёмся. Ну вообще очень странно. Очень-очень странно. Ну это понятная идея. Ну типа смотри, я щас на полотне чё... Мне нужно сконструировать какой-то знак. Ну да... Я тебя понимаю. Твоё горение на этот счёт. Так, щас тебя подскорми, я сейчас зайду к полотну. На красном полотне, короче говоря, у тебя человек должен быть перевёрнутый. Снизу голова, справа-слева трёхпалые руки, и снизу ноги с писуном, короче говоря. По поводу заказа игры согласны, мы всё заказываем, что... Так, хорошо, мы были признаны хорошими. Чёрт, чёрт. В России пройти. Ну тут у всех разный же подход, там тоже надо понимать. То есть я стараюсь не скипать те игры, которые мне заказывают, но мне обычно как бы заказывают, ну, хорошие игры, да. Единственное, что они там какие-то могут быть более хардкорные, какие-то менее хардкорные, но... Тем не менее. Фарды масти, всем попастье. Здорово, габло! С возвращением. Как-то, как-то. Так, ну чё, у тебя там красное получается что-нибудь? Вроде бы сделал знак. Так, а второй синий знак это Скорпион, короче говоря. То есть нарисован, знаешь, как будто как бы сверху башка круглая, там справа-слева сверху его круглые клешни, и в конце загогольно снизу крючком идёт стрелочка типа его жала. Двенадцатый перешёт. Недолго осталось. Игру тише, ребят, больше не надо делать, она вам не сильно даёт на уши. Ну, здесь согласен, да, Саша, да. От игры тоже нужно получать удовольствие. Это факт. Ну да ладно, из-за вчера, что у меня тут я исчел сегодня. Почти. Еще на пять. Какая у меня голова? А, круглая голова и в ней как бы точка. Кстати, жара вчера была 51 градус! Охренеть! Не, у нас умеренная. Так, мы не готовы знаки. У нас умеренная жара. Так, и ничего больше не произошло? Может, тебе что-то дёрнуть надо? Сейчас я посмотрю ещё. Не, я уже рычаг до этого дёргал какой-то. Какая уж. Сейчас, подождите, мне ещё в книге что-то написано непонятное. Просто мне тут больше уже и нечем сделать. Вот здесь тут какие ожидается. Ну вот я пытаюсь понять, что от меня тряда. У меня, по идее, требуется зажечь какие-то свечи. Но я не понимаю, как это делать и какие из них. Не-не-не, это я делаю ритуал. Смотри, свечи я уже зажёг. А, там ещё какие-то свечи нужно мне в книге. А они должны быть около алтаря большого какого-то круглого. А чё ещё должно быть? Короче, где-то у тебя в центре, по идее, тоже в комнате должен быть алтарь большой. Вот, и там вокруг него свечи должны быть расставлены. Я их зажёг уже. Ну это первое то, что мы с тобой делали. Теперь ещё нужно делать. Теперь другая фаза. Соберись вокруг моих жёлтых друзей и позволь своему сознанию и телу пройти сквозь свет этих свечей. Пипец, пипец, это реально пипец. Я ещё не понял. Короче, Соберись вокруг моих жёлтых друзей, так понимаешь, что это свечи скорее всего. И позволь своему сознанию и телу пройти сквозь свечения этих свечей. Пипец. Вот это, видите, это первая фаза справа сверху написана. Не, у меня вот сюда алтарь пока не активировался. Видимо, тебя что-то ожидается где-то какой-то рычаг улететь. Да вот рычаг-то я нашёл уже Дёнуло в самом начале. А попробуй, знаешь чё? У тебя там, ну, у тебя... Блин, как-то я не знаю, как же это сделать. У тебя около алтаря, может быть, что-то ещё есть такое, что с чем можно взаимодействовать. Да я уже тут весь алтарь пошёл, да и тут ничего. Блин, щас это ещё подумать. Ах... Сегодня туча прям кайф. У меня плохо не говыли, я подожди на минуту. Будем слезть здесь. Чёрт. Пипец. Реально жёстко. Попробуй ещё раз дёргнуть Аршак или нельзя? А-а, уже нельзя его дёргать. Попробуй ещё раз дёргнуть. Попробуй ещё раз дёргнуть. Попробуй ещё раз дёргнуть. Попробуй ещё раз дёргнуть. Чёрт. А у тебя в комнате нету, если там, подъёмов, спусков, дверей каких-то? как вот я краски в новую дверь ты пришел туда книга и рычаг рычаг я дернул а вот книгу тебя пытаюсь зачитать что типа тебе нужно сквозь свечи короче зажженные пройти еще знаки я зачастую си пораженные свечами пройти эти я уже все больше нечего с вами сейчас подумаю а кстати кредитами здесь свечки активировал тоже вот они сейчас я не открывается что нельзя делать так и люк ты грел на 5 процентов группа тишь сделать но я могу только еще сильнее пойти что сам сразу где-то по десятке отбавляется но если прям плохо слышно менялись музыка на уши давит ну да 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 цикличный цикличный как там успехи что-то вообще как-то значит снова чувствую тупым когда мы что первый раз первую игру проходили просто вообще знаете как это просто дерево я выполнил по моему короче ка сейчас на нас книга разбираться короче тут написано чтобы избежать смерти нужно нужно принести великую жертву что-то слушай у тебя там я хочу не связано с волосами написано то что принесите сюда невиновную деву и подрежьте ей волосы ничего такого тут нету пипец как а у тебя есть какой-нибудь типа знаешь как будто поле с шариками даже как будто наше другая ромб не ромб нет нет я многогранник нарисован вот как короче там многоугольник многогранник вот и там как будто шарики какие-то в нем есть такой нету такого я вот смотри как комната выглядит очень круто я согласен о на мать что там такое я посмотрел на потолок а там бабайка сидит блин вот еще знаете что ну жестко как бы да мы играем и находимся че я смотрю на центр комнаты я типа тут вот пентаграмма это начерчено свечи поднимаю голову и бабайка сидела так как у меня больше первую часть сранька это в лабиринте бегала ползала бы на чуть не обделался там это вот что-то было похоже на бабайку которая на сцене была пентаграмма вот пентаграммы что-то еще ты можешь как-то взаимодействовать серия реально очень крутая мне первая часть очень зашла в сентаграме ничего не могу делать я вижу вокруг не только от знаки какие-то шарики нет это не шарики случайно нет тут есть какая-то какая-то крестик как допустим молния крестик да ну-ка ну-ка все знаки при числе пожалуйста ну типа представь вот раската молнии рядом типа знак бесконечности но треугольнички крестик с черточкой по центру палка с кружком и они сейчас не стремится он сын только пятую штуку поставил на спрос на забраться ром ты эту бабайку не видишь и она уже убежала так слушай ну по идее что-то связано с фазами а что-то связано с фазами какие-то эти а со знаками то что-то можешь сделать в прямом он сегодня пятую бойку забрал со знаками ничего не могу так третья фаза с этими вещами ее кровь сможет корочка устроить вам сделку с судьбой с ее жертвой боша ищи уже хоть какой-нибудь рычаг я не буду спрятать с мертвой точки ну короче конечно может ситуация закончится вот я у меня есть рычаг но я его потянул уже то есть что-то еще у себя тоже попробуй поищи потому что я пока не знаю что еще может такое найти я уже вдоль поперек обошел и ты помнишь ничего нет да и может мы как-то неправильно сделали с красным и синим полотном может какие-то знаки похожие были но не те выбрали ну хочешь я сейчас зайду к тебе на стрим гляну на стриме это слишком-то просто будет просто у меня никак уже они не меняются понимаешь то бишь они уже все готовы да бабайка страшно существует а то есть ты ничего не сможешь им это уже сделать ну да если я ничего не могу сделать то значит все правильно ну да да по идее если ты уже ничего не можешь сделать то мы все правильно сделаем так ну ладно сейчас я подумаю еще что может быть здесь то есть как бы с книгами тоже разобрались правильно да я не знаю найди хоть что-нибудь а тут резайк руки я пытаюсь никит пытаюсь дверь закрыта здесь ничего нет а почему на них как бы не знаю там проверь потолок на наличие бабайки какой-нибудь да вот я смотрел бабайки нет 4 джон все честно все честно вот игра реально бомбическая я крайне всем рекомендую но она и сложноватая реально сложноватая местами первая часть еще русского языка не было и мы все с английского это переводили вот там хотя бы знать там текст был более понятен чем здесь есть текст он написан от руки и порой сложно его переводить потому что нужно вообще его прочитать все это стало просто прочитать не могу я думаю я усердно думаю но пока что-то думается плохо что здесь пройти надо я не знаю но вряд ли конечно если закрыта да он не встал я убил все сапки да ладно хорош мои поздравления вижу как хорошо получилось вот видишь не зря зашел на стрим не зря музыку послушал под музыку сделал верную ставку считай и мне приятно сделал и себе обратно так всё вернул Хорош, хорош, не, красавчику нужно, красавчику. Так, надо думать дальше. Магические символы нужны, чтобы... Чтобы лечить волосы, да? Слушай, а у тебя есть какие-то, может, волосы там, я не знаю, может, манекен с прическами, что-то такое. Вообще такого нет. У меня валяются всякие, знаешь, книги, кинжалы, ну их подобрать. А, ты можешь подобрать их? Я крылью не могу водопройти. А, а что ещё есть? Больше ничего. Первая фаза. Соберите, да, всё это вокруг моих жёлтых друзей и позволь своему сознанию и своему телу пройти сквозь это свечение. Вторая фаза. Принестите сюда невиновную жрицу, да, и отрежьте ей волосы. Ну, по идее, кому-то из нас надо, короче, отрезать волосы. Ну, Гош, я думаю, у тебя придётся. Не, погоди, ты проводишь ритуал, значит, у тебя, по идее, там должны какие-то волосы, я не знаю. А, нету ничего, тут волосы нету, ничего больше нету. Не, поищи, 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 потому что, но, свечи мы зажгли, то есть первое это было, типа, собрать там своих жёлтых друзей, это свечи, зажечь их и пройти через их свет. Ну, бац, я у меня прям просто мозг должен собрать, чё ещё можно сделать? Не, поищи, чё-чё-чё-чё, попробуй себе вообще описать, что у тебя там находится ещё. Я просто реально не соображаю, чё там ещё может быть. Ну, вот смотри, я просто описываю всё, что вижу. Передо мной, в центре, стенд с книгой, самое ритуальное место, вот сейчас вокруг хожу, книги валяются, кувшины, кинжал и всё. Ну, это полотно красно-синий, больше ничего. Так, а что книга у тебя? А, ну там барсук, да, то есть отрезана половина книги барсук какой-то нарисован. Не, там чё-то написано, но там вообще никого намека нет на что-то. Ну, вот по идее, если чё-то написано, то это что-то должно быть, потому что видишь, как будто у меня написано, и что-то нужно делать с жертвоприношением. Вот я просто, грубо говоря, сейчас читаю фрагментов. Дорогая Би, сокращение, я никогда не был участвовав в своей жизни, то у меня тут наконец-то не представляет. Для меня будет большая честь, чё-то тут там. Хрена ложная, вот. И волос этой Би тоже, да, у тебя нигде нет? Вообще ничего такого нет. Блин, я не соображаю, ребят, честно. Я пытаюсь, но чё-то у меня соображалка не работает. Так, а допустим, я себя закрыл. Сейчас, ладно, ещё что подумаю. Альтернативные свечи нужно зажечь. Так, не-не-не, надо побеждать. Надо побеждать, а не просирать. Это всё книга, я её перелистывать никак не могу, да? Ну что-то я зажёг, а вот что это такое, да? Да. Здесь я тоже ничего не могу сделать. Ну вообще прям ничего. Давай, давай, Ром, удачной тебе дороги. Спасибо, что сбегал, рад был тебя видеть. Давай там, не ругайтесь, главное. Главное, не ругайтесь. Совсем на тебе не могу взаимодействовать. Ну чё-то пока мне до сих пор ничего в голову не приходит, блин, да? Я сейчас попытался попереводить текст. Вообще, ничего там не подсказывает. Возможно, где-то у тебя тоже есть какой-то предмет, который можно ещё как-то взаимодействовать, но я не уверен. Ну, ну тоже неплохо, слушай. Я тоже неплохо так. Вообще ничего не подсказывает. Даже и город не могу никуда открыть. Думай, плохо думай. Ё-ман-то ес, рад тебя видеть. Как ты? Что за он потише? Ну давайте ещё что сделаю потише. Давайте. Так, так. Так, я думаю, он будет покомфортнее. Вообще меня не слышит, да? Я вроде как стараюсь даже громко говорить. Так, я думаю, получше будет. Боже, у тебя вот там точно нету какого-нибудь второго рычага. Попробуй поищи. Да вот вроде смотрел, а чё-то пока никакого рычага нет хая. Вот я один активировал, и то непонятно как бы. Больше я с ним вообще ничего сделать не могу. Саню, один жёлтенький рычаг. Ну вот побегай поищем, может и за второй есть. Если просто даже провести не могу. Какое событие я посоветую выбрать на слиме, и её проходит при мне? Вау! А-а-а, а что за игра? Рассказывай. Или ты про Eверhill? Тебе рассказать, не как от пензидзилы от масла, а от пензидзилы от масла. Песок. Но, по-хорошему, от масла очень сильно помогает песок. Потом просто протереть, соответственно, тряпкой ветошью какой-нибудь. У меня, у меня просто ещё одна дверь есть, но она закрыта пока что. Я тем более не знаю как лететь. Опа, стоять. Кущенька может, конечно, не, ну вряд ли забаговалась, я думаю, не, вряд ли забаговалась. Ну блин, ещё по идее вот какими-то кинжалами, да вот этими, можно кому-то крошкухить. Ну опять же ей, какой-то ей, какой-то девушке. Опа, звук чёпок, включение потери, включение между вашим и вашим Артёмом потери. Непонятно. Щас. Так, а стрим-то идёт, да? Щас я проверю, подождите. А, нет. Никит? Никит, ты меня слышишь? Алло, алло. Да, тут какой-то небольшой баг был. Степень- Geraldine Ха-ха-ха. Ха-ха-ха-ха Acosta Давай стенку повесить, опять чёто такое, ржай. А тут та какие-то подлаги, что ли, с интернетом? Да. Да, 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 я тебя слышу. У тебя там с интернетом что-то происходит? Меня выкидываю. Вроде нет. Просто игра почему-то паузится. Так, смотри еще раз. Красным синим полотном ты больше ничего сделать не можешь, так? Да. Ну может быть, может быть. Там не только сбыл свой след, там вообще просто в принципе в игре что-то происходит. Слушай, я прям не знаю, честно. Стопор небольшой, даже большой я бы тебе сказал. Стопор и ступор. Может из-за того, что ты когда раньше времени активировала, она сломалась. Может, давай попробуем, может, перезагрузить реально. Сейчас, ребят, попробуем заново, потому что вдруг я просто реально слишком быстро активировал рычаг, и поэтому что-то поломалось. Возможно и так. Сейчас меня опять Никита пригласит обратно. Ну потому что странно. У меня уже голова там не соображает, что еще можно такое сделать там. Юнити, Юнити, да. Так что за игра, Монтагис? О какой игре ты говоришь? То, что тебе посоветовали. Ты посоветовал, точнее, люди у нее играют прям при тебе. Альтегра про you, your here. Сейчас быстренько опять пробежим ту комнату. А, стой. Че, че, че? Все. Я успел переключить. Ну сбросился, когда ты зашел. Тесно откуда у нас сейчас. Ну скорее всего, сюда и загрузят. Ток не застряет, он загрузки. Ну да. Ну скорее всего, застряну. А ведь деги против КС-тишника. Конечно, разница большая. Так, ожидание другого игрока. Че-то долго. Ой, только бы опять не надо было за гробами этими заморачиваться. Покинуть комнату? Че за бред? Почему покинуть комнату? Короче, сижу я такой, никого не трогаю. Идут, бац, дарит вам подписку на канал такой-то там. Сноша на канал сказать спасибо за свои лики. Да, сейчас очень много людей подписки дарит. Вон, Гулюх тоже зашелся. Двенадцать человек одарил, Никита тоже двух одарил. Там Юля, Таня. Если не ты зачем, что-то спросил. Сказал-то я? Да, да, я тебя спрашивал, что за... Какую игру ты имел в виду? А, все-таки опять надо перезайти. Какую игру ты имел в виду? Когда сказал, что игру посоветовал, люди ее проходят на стриме. Про Бивер Хир или про что-то другое? Меня ровно успешно загрузило в главное меня. Да, понятно, давай еще раз туда попробуем. Ну а что, игрух это классная? Почему нет? Ну и, еще хижим, еще начали то, получается, рекомендации. Обычно советуют там без меня проходят. У меня игру сейчас тесты только спрашивают. Ну и как она? Ну вот, Монтедис, а ты почаще заходи. Мы, что-то разное всякое, проходим, стримимим. У Гоши вроде сохранилась первая часть. Да, да, да. А он же был на стриме. Это же как раз после этого был, после Нир. Несколько я помню. Ну и во время прохождения Нир. Мне кажется, он был тогда как раз-таки на стриме. Что там вживешь? Так, блин, я тоже захотел. Так, ага, все, отлично, мы с этой комнатой, значит, продолжаем. Аймузка сразу же опять заиграла. Другая, да, какая-то, блин. Так, тут закрыто, правильно, да. А, нет, стоп, открыто. Открыто. Так, у меня есть рычаг, Никит. Мне его дергать или пока не надо? Лучше не трогай. Пока так-то. Так, говори, что мы делаем, потому что... А, ну вот как раз-таки у меня вот красное и синее полотно. А можно мне свечи для начала? А, свечи. Все, 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 все. Сейчас, все, как вы, как вы. Ой, они поменялись тут, блин. Короче, первое это юг. Дальше. А, северо-восток. Дальше. Север. Дальше. А, северо-запад. Дальше. Юго-восток. Готово. Давай красное полотно. Так, красное полотно. Перевернутый человек. Снизу голова. Посередке, соответственно, туловище с руками вправо-лево, смотрящей сверху ноги. А руки те же, трёхпалые? Да, да, руки трёхпалые. На ногах на конце, как бы, шарики такие. Ну и между ног, соответственно, пеструн тянется. Так, я тут готов. Иду к синему. Сейчас тоже к синему пройду. Отлично. Громко синего скрывала. Супер. Супер. Ну, как раз-таки Монтегист просил ещё немного сделать потише. Опа, смотри. Так, значит, теперь так. Тоже скорпион. Голова круглая, с точкой посередке. Клешни, соответственно, треугольнички на конце у них. И треугольничек снизу на хвосте, как жало. Немного загибается хвост. Готово. О, отлично. О, они даже теперь цели. Я же сказал, что мы, значит, всё не то сделали. Мы в прошлый раз не ту комбинацию ввели. Потому что теперь у меня, вон, зажгли свечение в этом алтаре. О, я же говорю, что что-то надо было с ними сделать. Может, и баг. Просто я самый, по-моему, в прошлый раз. Не-не, там раньше другой скорпион был. Там скорпион был с круглыми шариками, а не с треугольными. Ну, с этими. С, как бы он называет, с клешнями. Так, мне те руны нужно тыкать. Сейчас, давай я, наверное, рычаг дёрну сначала. Что-то произошло? Ё-мо-ли. У меня какая-то музыка странная заиграла. Какой-то звук был. Да-да-да, у меня тоже. Ну, это значит, что-то забаговалось. Так, у меня есть руны. Никит, слышишь меня? Да, диктуй. Начинается с толстых песочных часов. Ну, как бы, знаешь, как... Толстые песочные часы пустые. Нашел, да. Затем... Буква Х, и у неё с двух сторон, как бы, как ромбики. Нашел, ага. Так, потом рыбка. Нарисованная. Затем две буквы Х, друг рядом с другом стоящие. Затем две буквы Х, и у неё перечёркивает линия небольшая. Дальше. Глаз, и у неё перечёркивает линия. Ну, или буква Ф. И под конец Грома-молния. Так, сейчас я вас почитаю, ребят, сегодня. Готово. О, отлично. Далее, этимология, эзотерики. Трофей получен. Так, сейчас посмотрим. Это алокультисты. Безусловно, ещё разные трофеи дают. Короче, мы что-то сделали. Сумно-то контрольная... Ой, ё-моё. Так, контрольная точка достигнута. Мне звуки не нравятся. Сейчас, ребят, я тебя сейчас быстро почитаю. Так, у меня какая-то лись, я сам. И книга есть с рычагом. Так, идти пока к ним. Сейчас я быстренько прочитаю и вернусь. Какий-то был на стриме панья. Я этот канал, собственно, пришёл. Да-да-да, на нир ты пришёл, ставь. Всё верно. Летелите лепесток, сейчас забыл, пожалуйста. Через ягод, вообще, я сидел в публичках. Снежцы земли, будем. Мой, мой, или его, гох. Отличный микрох. Кстати, гох слева. А почему перегруз? Микроу, Никита. Не знаю, почему перегруз? Не знаю, не знаю. Честно. Дверь заперта. Опять это бот, лунар это бот. Не-не-не, это бот, Илёх. Это бот. Вот эти вот маноли, это боты, всё. Новая волна ботов. А, вот смотри, последовательность, вот она нарисована. Ну, я как понял, вот она. Здесь начинается, видишь, линия. Она идёт, 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 идёт. Потом резко туда идёт. Туда, туда. То есть, я как бы пару не пытался ориентироваться, что начинается отсюда. Ну, соответственно, если не получилось, то я бы с другой стороны начал пробовать. И тут очки, да, и тут тоже. Так, и чё у тебя там, Никита, я чё-то не понимаю пока. Смотри, я тут делал рычаг, поднялся немного по лестнице, у меня как-то, типа, разъёртка кубика или чё-то вот такое. А, у тебя чё там не нарисовано что-то, типа, пентаграммы и там шарики на ней, какие-то? Гош, в другую комнату иди уже. Ну, я пошёл в другую комнату, ну, у меня только одна старая комната, где я дёргал рычаг. Ты уверен, что в новую перешёл? А, у меня не открылась новая, то есть я всё ещё в старой комнате. У меня тут вообще всё другое, совсем другое. Потому что, смотри, потому что, видишь, здесь как бы они ничем не пересекаются друг с другом, а здесь конкретно знак бесконечности. Знак бесконечности образуется в петлю. Здесь петли нет, здесь просто как бы как песочные часы без переборки. Поэтому... То есть, с последовательностью всё хорошо. Два разных элемента. Слушай, я не могу отсюда выйти. У меня логика не поддаётся анализу. Давай я щас ещё раз попробую дёрнуть рычаг, может ты у неё muss так... А, всё-сё-сё-сё-соп, стоп-соп, стоп-соп, я нашёл, я нашёл. Мама. А, ясно. Я уже не вернусь, у меня тут лак. Я зашел, это, походу, здесь по времени. Гоша, твою мать, у меня лестница уходит. Так, так, спокойно, без паники. Что ты видишь, говори. Смотри, у меня как крест, но это, я так понимаю, кубик. Так, и что тебе с ним делать? Он у меня в разложенном виде. А смотри, что у тебя там есть, какие элементы. А, так. Пятиугольника, ромба. Пятиугольника, квадрат и два треугольника. Так, квадрат положил. А, нет. Что за звуки такие страшные? Мне тоже интересно. Так, я не плачу, что происходит? Ну, еще у меня снизу, кстати, значок компаса, который ведет на север. А, сейчас я пытаюсь собрать, что он сейчас этим делать. Так, короче, значит, я беру... Кладу. Коша, я сейчас тут убру! Я пытаюсь что-то сделать. Оно не вертится, Никита. У меня ступеньки заканчиваются, понимаешь? Так, хочу тебя, этот, еще раз, компас, значит, да? Коша, у меня все, ступеньки заканчиваются. Все, закончилось, да, ты умер? Да, кажется, он умер. Смотри, куда идешь. Коша! Я не хотел, ну оно непонятно, оно крутится, крутится и в итоге не ставится как надо. Да я сам не понимаю, что там нужно. Я понимаю, что этот крест сраный? Я скидан из значки! Ой, да, сейчас... Еще куда? Я понял, а что за перегруз, Илья, о каком перегрузе ты говоришь? Так а Никита громко говорит, у него этот треск начинает, да, или чего? Или о каком перегрузе речь шла? Давай тыкай. Ну, прошли три, сгибаем, так три. Да, все, понял, да, небольшой перегруз есть у него. У него просто сейчас микрофон новый. У тебя же пульс, да, вот этот 3D-пульс сейчас? Не-не-не-не, я просто к новому подкричал геймпад уже. А-а-а. А, короче, походу, можно еще на одно деление ниже делать, потому что когда громко говоришь, начинает чуть этот... трещать. Угу. Сейчас. Так, поменялись местами непривычно, отличная игра. Офигенная, да, игла вообще шикарная. Так, вот и сделал. Так, Никиту, нормально сейчас слышно, ребят? Эмоционально. Да-да-да, в этой игре нельзя быть не эмоциональным, это реально круто. Мы в первой части просто... Никит, крикни. А он сейчас не крикнет, подожди. Так, Никит. Опять все сначала? Так, я буду дергать рычаг. Далее, все опять сначала, что ли, или ты можешь его дергнуть? Уже дергал. Походу, заново все опять Никит надо делать со свечами и прочим. Твою мать это! В смысле, я в селищей комнате уже. А, может она где-то у меня в другом месте вообще под... А, да, она в другом месте теперь открылась, я посмотрю. Так, давай, говори, что у тебя там есть. Начинается, кажись. Даже не показано, что... Ну, как бы, вот они все одинаковые. И вот что мне, если как мне... Блин, я даже не знаю, как тебе тут подсказать. Вот что там, треугольник, не треугольник. Вот я сейчас треугольник взял. Смотри, у меня есть два треугольника тут. Один квадрат и два потеугольника. О, все, я треугольник активировал у тебя. Мама. Что так? А, короче, потеугольник, видимо, надо, что ли. Я сейчас ищу комнату, где можно еще поставить. Потому что у меня комната... А, подожди, или сейчас, подожди, сейчас, подожди, может, что-то надо сделать. Где ты еще... А, попробуй еще, может, или ты не можешь сюда рычаг еще раз дернуть? А, Никит, попробуй еще раз рычаг. Я уже не смогу! У меня там лава! Не, ладно, я понял. А, у меня это... Пролазь решетка, идут дальше. А, ну что, вот, все, новая комната открылась. Так, что у тебя там? Я, так понимаю, пятиугольник верный. Активировал, дальше. Отлично, да. Где? Где комната? Где комната? Что-нибудь открывается, нет? Нет. Я сейчас поднялся на последнюю. Треугольник, наверное. А, может, все, я вижу, открылась. Нет, походу, да? Не тот. Не треугольник, видимо. Да, не то. Точно там треугольник? А, у меня просто ведет, смотри, знак компаса вообще в сторону стенки, где ничего нету. Может, компас сам нет? Пробуй, кстати, прямоугольник. Сейчас, 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 посчитаю после этого. ГГ. Умер, да? Ну, сейчас, он будет. Да. Да, Рома, это как-то, ворвался. Привет, привет. Блин, пипец, сложно, а? Я понимаю, что там стрелка ведет на запад, и это, получается, развертка. Стрелка на запад? А так? А так, нормально. Смотри. Стрелка на запад, а я, так понимаю, это развертка кубика. Угу. И, он, наверное, вел куда-то, пфу, понять бы вообще сначала. Он на крышку, что ли, намекал? Никита, есть безнадежность, прочти ему, кох. Ну а чё, он там ничего не может сделать, пока я кубом он нормально не поставлю. Жесть. Ну, там чё-то непонятно, как их крутить, я вот чё-то так до сих пор не понял. Слушай, Коша, посмотри, или ухва играть в это? Ну, смотрим, как он там разберется. Как это сложно. Четырёх павел на конверс, которые были связаны, скорее, с не очень хорошим левел-дизайном. Четырёх павел на конверс, которые были связаны на конверситетах, которые были связаны на конверситетах. Давай, Никит, снова поехали. Ой, была не была. Не виновата я. Это просто используем все возможные фигуры. Ой, легко сказать. Что там у тебя? Треугольник. Есть. Чё дальше? Затуп сейчас небольшой. Попробуй треугольник опять. Нет, нифига. Может быть, другой? Куда он смотрит треугольник? Тут тоже показано, куда он смотрит. А, нет, 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 ладно. Не треугольник, другой что-то. А ты же понимаешь, тут знак компаса. Он смотрит на запад. Я, не знаю, там, пятиугольник попробую. Сейчас, сейчас попробую пятиугольник. Я опять треугольник взял. Блин. В смысле, ты опять треугольник взял? Если я не специально. Кожа, я тут сейчас сдохну. Пятиугольник не помогает. Нет, что-то другое должно быть. Ну все, прощай. Пипец. Какой нафиг треугольник? Это паника, это паника была. Тут столько знаков, столько знаков. Пипец. Да, это очень жестко, скажу я вам. Я в целом понял, я же их вижу сверху, получается, эти знаки. Но главное просто не ошибаться с ними. Кстати, музыка играет такая же, как в первой части. В первой части вот такая же заглавная тема играла, как сейчас у нас в меню. Во время загрузки. Что, как ты, Мэткет? Как тебе? А, ну ты еще пока, в принципе, здесь ничего не увидел в этой игре. Перегруз опять? Да, 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 да. Я не знаю, почему у Никиты перегруз по звуку. Ну то есть, как бы, но геймпад от PlayStation 5 у него по-новому микрофон распознает. То есть, либо там что-то нужно по настройкам. Никит. А, смайли для врыва получил, нифига себе. А где? А, какая из них открылась? Я нихрена не вижу. Никит, что-то открылось, нет? Тебя не слышно, Никит, ты микрофона куда-то отрубил. А, да. Давай, выбирай. Я его спустил уже. Что там, что там такое? Да и давайте уже, я тебя жду. Я там, я спрашиваю, что такое. А, попробуй квадрат, я не знаю. Да, квадрат сработало. Убирай, тихо. Да, ё-моё, опять развертка. Какая развертка, Никита, мне нужна точно информейшн. Треугольник попробуй. В смысле попробуй? Где уверенность? Нет, не в треугольник. Я спрашиваю, ну, куда именно. Видишь, у меня, например, компас на одном томе. Никита, что еще? Пятиугольник может. Пятиугольник может? Ну, давай попробуем. Видишь, у меня не все на север указаны. Нет, 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 нет. Значит, квадрат, у нас все равно тут есть время. Так, а квадрат у тебя где? На севере квадрат или где? А, я понял. Он на юге. Так, квадрат на юге, я понял, сейчас. Гоша, поднажми. Час, угрец. Наверное, вот этот вот был, да? Нет, где? Где квадрат на юге? Ваша! Я пытаюсь найти здесь квадрат на юге. Да все уже. Я успел, я успел. Нет, я не успел. Ой, срань. Прости, Никит, я... Так, подожди. Ну, я нашел нужное, я консо активировал. Подожди, ты направление спрашивал именно вот стрелки это или чего? Ну да, да, да. Большой самый. Или она не та пока, она на север показывала, да? Она на запад указывала, по-моему. Блин, это вообще непонятно, на самом деле. У меня просто, ну, оно сюда наверх показано. Я так понимаю, тут, типа, знаешь, нужно определяться на эту разъёртку. Ну, может быть, да. Типа, самый верхний, это первая. Самый нижний, это вторая. Илюха, подожди, чтобы ты тоже стрим запустил. Ну, похоже, как у тебя это всё выглядит. А мы, если чё, потом... Ну, если сейчас включу, то хорошо. Если не включу, то потом ещё, если что, будем проходить за вторую сторону. Надо чё-то, короче, с микрофоном потом тебя, Никит, будет настраивать. Потому что когда ты, ну, громче как разговариваешь, он начинает, короче... Как позже раньше у тебя проблема была с микро до настройки. А, он сейчас меня не слышит опять. Так, Никита, приём. Я бы с радостью запустил, но мне надо переиздать твич. Тут надолго. Да-да-да, он же только-только Соньку получил. Буквально, вот сразу же. Первым делом скачал игрушку, мы с ним пошли в стрим. Так, чё, запускай рычаг? Да-да-да-да, запускай. Кстати, их никогда бы ходить, господи, раз поменяешься местами. Он аж там, ну, там же некоторые задачи по-другому, да, решаются? А, вижу. Рилгоник. Так, нет, наверное. Либо я ошибся с треугольником, а не тот, либо... Ну смотри, стрелка смотрит на север, и это ближайший из него, это только треугольник. Так, нашёл, да, теперь тот треугольник. Мне вообще непонятно, они будут два треугольника, но один из них типа неправильный был. Смотри, у меня стрелка смотрит наверх, на север, и получается пятиугольник. Пятиугольник, да? Есть, правильно. Я поддавился, чё-чё-чё-чё-чё-чё-чё-чё-чё-чё-чё-чё-чё-чё-чё-чё-чё-чё-чё-чё? Попробуй квадрат. Охренеть, Гоша, ты меня спас! Могу, не практикую. Да-да-да-да-да, спятники-то не будет. Так, у меня есть рычаг, я могу его дёрнуть, ух ты, зелье какое-то синенькое. У меня какой-то руль есть. Давай, наверное, рычаг дёрну. Я дёрнул рычаг какой-то. Страшно так-то? Да, однако, мазафака. У меня есть какие-то доспехи стоящие. Так, сейчас, подожди, я пока ещё бегу под лестницу замка. Я просто пытаюсь понять, что мы тут ещё можем найти. Так, я до двери дошёл. Отворяйся, собака. Мне чё-то не нравятся местные казематы. Мы даже с вашим сочетином есть. Так, у меня... Опа! Твою мать, я, короче, куда-то попал. Два рыцаря. Опять бабайка! Ё, хрен, сады бабайка! У меня тут стены друг на друга наезжают. Никита, чё у тебя там? У меня руль крутится-вертится, и стоит четыре доспеха, и оружие можно подобрать. Так, ну, короче, у козла или у волка, я не знаю, меч в руках золотой. У орла или, короче, у птицы тоже меч золотой. Это козёл или волк? Это кабан! Это кабан в волчьей шкуре или волк в кабанной шкуре? Никита, как слышишь? Я слышу, но я не пойму, где тут козёл! Ну, или, короче, волк в козлильной шкуре, или козёл в волчьей шкуре, я не знаю. Я понял, всё, ищу. Так, там меч. У птицы, похоже, знаешь, короче, как на этот, на немецком фроновом, короче, на Бундестаге, это, птица. Там тоже меч. Короче, как у блеца и у этого, у бандита на этом, птица чёрная. Так, а чё, а чё, слушай, я тут оружие подобрать не могу. Подбирай, Никита, бля, подбирай, ещё с отлепёхой. Походу, чё-то правильно сделал, да? Это я просто к руль крутанул обратно. А, всё, крути руку, да, всё, ты меня можешь спасти, так нормально, всё. Я-то не паникую, главное, руль вовремя крути. Короче, козёл в овечьей шкуре, в волчьей шкуре он удержит меч у себя. Это я понял, но я не знаю, как тут ли он чё-то всунул. Ну, не знаю, Никит, учись. Короче, одноглавый орёл, скажем так, как у нас, короче, на этом, на гербе, он тоже меч держит. Просто проще будет ему объяснить. Стену будет поджимать, говори. Хорошо, я буду въезжать, если что. Что-нибудь случилось, Зеландни? Да я вот пытаюсь понять. Так, я пока держу этот руль, можешь, в принципе, мне сказать, что у кого, я постараюсь себе записать. Короче, козёл в волчьей шкуре, меч, герб наш, одноглавый только, меч тоже. Олень с двумя стрелами в груди, щит и меч. И цапля, топор. Ну, секира. Так, повтори до цапля, кто был. До цапля был олень, получается. У него щит и меч. Дорогой дневник, я вижу, как Гоша страдает в гру со сломанной рацией. Геймбурж Джон ждёт возвращения в лучшую игру своей жизни. Конечно же, Капа Прайд. Артём, Риверия, большое спасибо тебе за один битс. Твои дублоны не будут забыты. Они пойдут на благо нашего канала и помогут мне не просохнуть и не просыхать. Спасибо большое, Артём, спасибо, очень приятно. Как ты, дорогой? Как твои дела? Так, Никит, Никит. Понял, уйду, уйду. Лучше не добдеть, чем перебдеть, сказал Гоха и подвинул обратно стену. Коша, живи. Да, я живу, да, всё. Я, я, фух, вот прям почти чуть не раздавил. Елки-палки, Илья, что ты делаешь? Что, что ты со мной делаешь? Илья, большое спасибо тебе за подарочную подписку. Я не понимаю, как тут оружие подобрать. За тринадцать уже подарочную подписку можно, наверное. Я не знаю, правда, или в чем я это заслужил, но спасибо большое, правда, очень приятно. Вот прям вообще от души, душевную душу. Артём, спасибо тебе ещё за три пица. Спасибо большое, тоже очень приятно. И ещё Лива Лиа Лиа Лиа, ещё за два дублончика, спасибо. Теперь вы все вообще прям красивые сидите с иконками специальными. Иконка за сапку, иконка за пицы, прям красота. Я хочу, чтобы ты вебку купил. Он за тебя не поймёшь, Илья, кто говоришь, Гох, не покупай вебку. Вдруг он говорит, красивый. И теперь давай, говорит, покупай вебку. Я не понимаю, как это сразу оружие подбирать. А его нельзя типа вытащить, как-то переставить. Он как раз таки не даёт. Слушай, может тоже баг какой-то, я не знаю, но вообще пойти, ну, должен как-то убрать. Типа я на него кликаю, а оно просто крутится, вертится. Чё, либо вебка. Может их надо как-то развернуть, раскрутить, нет? Либо захват... А-а-а. А, боже, что ты такой семейник, да, до эпохи уходит. Снимаюсь. Спасибо, дайничку, Артём. Он, боже, что ты не спущается, ай. Да, конечно, спущаюсь еще вагнессе, у меня еще не красная. Наверное. Ну, что насчет там, Никит? Ты её не понимаешь. Э, может его просто типа крутить? А, как ты его крутишь? Рычаг! А-а-а! Это самое, слушай, тут мечи еще разные у них. Короче, о-о-о! Я не заметил. Чё-чё-чё-чё-чё? Тут рычаг был, я вот сначала не заметил. А, ну чё-то произошло, чё-то поменялось, нет? Ну, какой-то звук был, но пока подбирать ничего не могу. Мой звук, да, был. У них просто оружие еще разное. То есть у... Волк и в овечьей шкуре у него, короче говоря, меч такой с зазубринами. Две зазубрины почти около рукоятки и одна зазубрина почти на конце. Это говорит кукурузно. О, кукуруза. А ты ее посолишь в конце-то, а? С соли? Нет? Прямо хорошо будет вкусно. Да, чё-чё-чё. Ну, это лето. Понимаю, понимаю. Я, наверное, так же, на самом деле, да? Я в том, что еще, как-то, Никита, мучится. А сейчас думает, да, ты сидишь в чате. Я сделал себя зависящее. Я сказал, ну, фу. Можно я просто постою. Я сделал все. Ну, чё там, Никит? Я имитирую бурную деятельность, на самом деле. Я бегаю все это время. То есть, как бы, ну, чтобы жизнь медом не казалась мне, я потею и бегаю. Бегаю, потею. Я взял. Ура! Что ты взял? Что-то да и взял. Что-что-что-то это что? У меня тут стенка едет. Дополнение к салату, красота. Так, давай сейчас по лайту пойдем, я открою. Так, олень, щит и меч, да? Олень, щит и меч, да. А какой у него щит у оленя? А у него полукруг, полу... Короче, полуквадратный, полукруглый. То есть, круглый с такими зазубрингами. Нашел. Так, хорошо. Меч у него такой, знаешь, тоже как в зазубрингами. Или ты ему меч типа не даешь? Сейчас я меч ему докину, скажи. У него меч короткий, короче говоря. И у него на начале, он, короче, не одинаковый, то есть, не симметричный мяч. У него на начале с правой стороны три зазубрины, с левой там одна зазубрина. И на конце он тоже не симметричный, то есть, он выглядит как палаш, грубо говоря. Одна сторона прямая, другая извилистая, ну не извилистая, а полудугой идет. Так, смотри, слева три зазубрины, и справа одна, да? Ну да, где-то около того. И на конце как будто надломок, да? Ну, надломок, да, 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 надломка, да. Пипец, тут заморочки, а? Так, ну я вроде его как раз таки и взял. Ну он такой, коротенький такой. Олень готов, сейчас заплю буду. Так, тут запли, короче говоря, палаш, ну палаш, секира. Да, мантыгист, меня здесь очень долго доходит, потому что здесь в игре нужно думать, короче говоря, паникую, думаю, и пока до меня дойдет, это вообще. Так, я надеюсь, что взял. А какой? Давай я тебе объясню, что там. Даже я сбегу на вторую сторону, проверяю, если я там. Давай, потому что палаш он такой, как бы, знаешь, скажем так, с одной стороны у него типа две зазубрины небольшие, вот, а с другой стороны у него, знаешь, чем-то похож, короче, на альпинистскую мотыгу, скажем так, если его взвернуть. Господи, я уже несу. Боже, я тебя нашел. Что я несу? Я поспамлю. Наверное, что у меня быстрее доступен. Да, конечно, без проблем. Ну, ну, и... Да, без проблем. Да, это он, нашел. Все, отлично. Так, теперь кого? Так, а у Орла что? Так, у Орла просто симметричный прямой меч. Ну, знаешь, у него как будто две зазублинки в начале, около рукояти, да, на этой весе. Но они такие, знаешь, почти еле заметные, короче говоря. Считай, как будто просто прямой меч. Он длинный? Сейчас скажу. Ну, да, 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 довольно-таки длинный, да. Длиннее того, который был у Оленя. И у него, типа, около каятки небольшие такие зазубрики. Вообще, да, еле заметные, да. По-моему, да, нашел его. Застрял в третьей части. Нам предстоит это еще выяснить, у нас все три части есть. Ой, слушай, Монтагис, вот, ты же проходил. С этим волком. А, с волком, смотри, нам получается, у начала две зазубрины такие, с двух сторон, короче говоря. Ну, то есть, короче, симметричный меч, две зазубрины снизу, такие, довольно-таки явные, и одна зазубрина сверху. По продолжительности. А вопрос, короткий или длинный? Тоже длинный, тоже длинный. Насколько продолжительна вот эта вот часть игры? Ну, сколько мы приблизительно прошли? Просто, чтобы знать, растягивает ли на два стрима или на два. Так, две большие зазубрины у него, и одна небольшая выше, да? И одна небольшая выше, да. И на конце зазубрины. Ну, у него две зазубрины вначале большие, и одна небольшая сверху. надеюсь тот вопрос тут только другой кстати и какие руки а стой-стой-стой короче говоря вру волка у него 4 зазубрина 2 большие снизу потом маленькая также снизу чуть выше и 4 самое тоже маленькой сверху я его и взял ей вы их а в левую руку у всех в левой руке мячи и секира тоже в левой ну вот да да просто мы готова часть прошли часов часа за 3 у всех поменял да 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 значит что-то не то а чуть-чуть то так давай значит по новой значит волка вовечь вовечьей шкуре у него короче а симметричный меч и большие значит две большие загогулины снизу третье поменьше тоже снизу 4 тоже поменьше тоже сверху ну прямо у наконечника сидим практически практически да ну я его и буду как раз орла получается у меня тоже симметричный меч большой у него только в начале две короче две вообще еле заметный загогулины практически не видно тоже правильно у него в общем кстати там на рукоятке чуть выше рукоятки на эфесе этот знак какой-то нарисован там ролики или что такое можно счетом ошибся возможно смотри щит получается ну как бы узнаешь типа как сказать короче круглый но у него север-юг запад-восток вырезанная а и правильно ищет значит правильный меч соответственно у него он не симметричного маленький во-первых меч вторых там как бы 34 зазубрина с одной стороны одна с другой там смотри такая люблю на зазубрина есть да ну одна знаешь как будто ключ короче как будто ключ на что ключ обычно делать эти зазубрины небольшие ну типа слева 4 зазубрины и справа одна глубокая одна маленькая справа одна глубокая она маленькая да 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 все верно все может секира ошиблись может быть смотри как секира получается такая то с левой стороны там где не лезвие там просто как будто между двумя железками такой проем небольшой сделали даже слева ну да то есть короче все кири грубо говоря она держится на двух основах же стальных цене продеты через основу основу деревяшку до двумя двумя железками посмотри и посмотри справа большая с меня зазубрины не слева как кальпинец как короче говоря с одной стороны у него просто небольшие две основы до зазубрины на которых она держится а с другой стороны как будто аргийский крюк так как коса может сказать коса такая знаешь что вы согласно кассы моим маленькой небольшой 8 с другой стороны большой костюк кошмар Сейчас попробуем. Отлично. Отличный темп. Да, да, да. Может, Никита её покручивает там, а? Смотри, мы смайлик дали сейчас. Это смайлик получается общий. Общий глобальный смайлик твича. Гербы, может, не текут? А какие гербы? Ой, на плане, да. Ну, чё там как? Ладно. Я снимаю прежнему даже. А, понял. Ну, я щас стенку отодвигаю обратно. Ну, да, да, я вижу. Понятно, они вернулись на исходную точку твича. Паника, просто паника. Так, горяч, у всех оружие именно слева, да? Да, да, у всех в левой руке оружие. Зато защищать в правой руке. Не, над аспеками вроде всё так. Там у тебя только четыре герба, правильно, есть? Да. Ну, тогда не ошибиться, потому что, ну, цапля... Цаплю-то с орлом не перепутать. Цапля везде так изображена, чтобы было понятно, что это она... Ну, это как меня рвёл, он сказал, как герб наш. Так, а ты говоришь, типа, щит, вырезанный с севером, востоком, западным и югом, да? Ну, там, да. То есть, как бы, это круглый щит, но у него вырезаны деревяшки, соответственно, на север, юге, западе и востоке. То есть он, получается, не круглый? Попробуй сейчас. Что-что попробовать. Есть что дёрнуть здесь или как? У меня нет, ничего дёрнуть нельзя. У меня тоже нельзя. Секира, какая у тебя там? Ну, как-то описывайте, посмотри, одна часть... А куда она смотрится? Скажите, может быть, просто влевую руку ещё и развернуть можно? Альпинистский. Её... Какая часть? Ну, может, её развернуть в руке можно? Может, в другую сторону просто повернуть? Типа, слева направо подставить её? Ну да, у него, получается, вот, альпинистский... Ну, большая часть серповидная, да, она у него находится от него. То есть не рядом с головой, а от неё. Кошмар, стоп заморочек, а? Что за пипис-то, а? И меч, там где меч и щит, у него, получается, лезвие смотрит ему в лицо. Так, музыка чё-то пропала в игре, а? Чё, чё за нафиг? Что, что за пань? А чё, музыку успокоились? Вот да, вот, мне это тоже не нравится. А сейчас? Ну, ничего не поменялось. Музыка кончится, что долго решает. Но мы всё же правильно делаем, да? Я так думаю. Скорее всего, да. Ну, щас попробую какой-нибудь там подставить. Короче, там где щит и меч, у него, меч смотрит ему в лицо, как бы, лезвием, закругленным лезвием. Света, я, я вот думаю, что я чё-то не то мне... Слушай, мне кажется, ты чё-то не то мне горишь, если ему лезвием в лицо смотрит, значит щит слева. Ну, попробуй поменяй, хорошо. Ну, вообще... Может, батарея, может они зеркальные? О, у него глаза загорелись, загорелись красным, отлично, всё, значит, все зеркальные. Чё-чё-чё? У него глаза красным загорелись, всё, просто зеркаль, просто, короче говоря, местами у всех у меня и всё оружие. Понял. Скажи, только что меняешь, чтобы я говорил сразу же, правильно или неправильно. Ну, я уже поменял. У кого? У кого? У кого? У кого ты поменял, чё? У рыцарей глаза красные. Ну да, да, соответственно, вот у меня теперь, учитая меча, глаза красные. Никита, стена? Никита, стена? Да. Возможно, возможно, да. Так, отлично, у орла тоже красные глаза, и у волка тоже красные, остался секирой. Значит, секиру другую надо подобрать. Короче, лезвие от его лица должно быть, большое лезвие от его лица. Плохие какие? Чё, чё за плохие? Чё за плохие? Ты хочешь меня как-то огорчить, да? Что, что за плохие новости? Когда один лица остается, ты узнаешь боль. Какую такую боль? Не хочу боль узнавать. Так, ээээ, и так. Тотворк в правую надо положить, да? Короче, положи вот так, чтобы лезвие, большая часть лезвия смотрела от него, то есть не к лицу, а от лица шла. Понял. Мне понять просто, сколько по времени игра проходится. Просто как бы, ну, чтоб мы ещё час с ним постримили или... Ну, или закончить мыс. Ну. Типа, ещё час это уж до конца. Так, скорее всего сейчас будет всё правильно. Посмотрим. Да, отлично. Всё, в тесноте да не в обид, Трофей получил. Ты меня просто, видимо, напутал с направлением куда ставить. Ну, может быть, у меня просто это были левые руки. Ну, то есть если смотреть от рыцаря, это у него левая рука, если смотреть с глазами рыцаря. А, от меня это тогда право. Ну, просто не, я как бы говорил ориентацию с глаз рыцаря. Надо было уточнить, наверное, просто. Надо знать, что делать из игры. Да, это я знаю, это я знаю. Это, по крайней мере, было с первой частью. Мы быстро ещё пробегали, когда знали уже всё. Так, у меня рычаг есть, если что, могу дёрнуть. Сейчас поищу себя на всякие. У меня есть, скажем так, фрески, ну не фрески, да, а витражные окна с изображением король, под которым мёртвая, не знаю кто это, девушка, короче говоря, рыцарь под которым тоже мёртвая девушка и ещё один, под которым мёртвый рыцарь. У меня тоже есть такие витражи. Я дёрнул рычаг. Что это такое? Вот это звук. Я, я помню, не слышал. Я дёрну тебе eternal sleep. О, нет, это эти подсказки опять из первой части голосовые, где помнишь, походу? Опять у меня этот Бабай. Ё-моё, ща, потому что... нет, дёрнуть я больше не могу. Чё, ты можешь делать, да? Я уже который уровень замечает его Бабая из ниоткуда. У меня нет никого Бабая. Но он исчезает, когда ты на него смотришь. Так, вот есть какие-то фрески, я не знаю, витражи, что-нибудь с изображением рыцаря и принцессы какой-нибудь? Есть, есть, я же говорю, у меня такие же витражи. Так, ты с ними что-то можешь сделать? Ничего, может, мне рычаг какую-то поискать надо? Попробуй, может быть. Да, после этого, офф, не знаю, так, 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 так. Мане, я могу подбирать, а ты витражей что-то там. До начала. Здесь не будет вот этот тёмный машинка, тёмный машинник, а дождите, легенды. Это же нет ли дня? А, в первой части были голосовые подсказки. Так, смотри, короче говоря, король с обычной короной смотрит налево, под ним девушка с кинжалом в груди смотрит направо, и у неё венок из цветов. Кит, приём. Угу, я представляю. Скажешь-ка о следующем. В первой части, помнишь, там, короче, была загадка, где нужно было составлять концерт в концертном зале, вот там же, получается, игра голосовой записью тебе проигрывала, что нужно сделать, типа, сначала жил-добыл король, там, в его королевстве процветала радость, там, король убил королеву, убил весь народ, и всё это по-английски как бы было. Так, я, правда, не пойму, с какой стороны, либо тут до барабана. А, смотри, короче, у меня слева, это самая левая фреска. А, самая левая, понял. Вот, там, соответственно, король обычный, с обычной короной, и под ним девушка смотрит, он смотрит налево, девушка с венком и с кинжалом в груди смотрит направо. Слушай, вроде как нет, вроде как нет. Потому что мы всё это по голосовой связи, ну, мы прям переводили. Король смотрит налево, да? Да, король смотрит налево, мёртвая девушка с кинжалом в груди смотрит направо. Странное место такое, подскажу и вам. Очень странное. Да, было бы реально классно, если б можно было на стриме запускать, ну, в два окна, грубо говоря, чтоб вы видели, что у меня творится и что у него творится. Но потом мы ещё с Никитой обязательно запустим короткий стрим по этой игре, ну, когда будем местами меняться. Я не думаю, что у меня тут с витражами, я как бы их достаю, но ставить не могу обратно. Может, другое просто место их можешь поставить, нет? Может, сейчас так же, как с рычагом, который я не увидел просто. Ну, есть, да, есть мультитвич, да, но сейчас Никита не стримит просто. Так-то да, можно как бы стороннюю ссылку типа на мультитвич. Мы так раньше когда-то делали давным-давно. Ну, да. Ну, может, третью часть вместе запустим, посмотрим. Так, Никита, что там у тебя? Так, я тут что-то похожее на рамки, что ли, вижу. Скорее всего, тебе туда надо их ставить. А, да, всё, я въехал. Сейчас буду таскать витражи. А какая нижняя часть этого витража? У него девушка с венком на голове, с кинжалом в груди. Не-не-не, там ещё ниже есть часть. Ещё ниже часть никакой. Сверху король, снизу девушка. А-а-а, под девушкой должен быть вес или что-нибудь? Всё-всё-всё, я понял. Там, короче говоря, получаются ветки с мечами воткнутыми в землю и с копьями. Понял. Угу, отлично. Да, реально, слушайте, прям три витража, ну, на три части витраж поделён. Сейчас поищу. Какой кошмар, да. Так вот, такие игры прикольные, да, они, ну, не особо продолжительные. Вот, вроде бы, казалось, сделаны просто на юнити, но, блин, настолько они интересные, настолько эмоционально классные. Вот мы первый час прошли. Так, теперь смотри, следующее. Рыцарь смотрит налево, девушка под ним тоже смотрит налево, она с длинной косой мёртвая. И под ними лес, деревья, ёлочки, ёлочки. Рыцарь смотрит налево, длинноволосая девушка с косой смотрит налево, под ними ёлки. Ну, то есть, мне прям очень-очень сильно понравилась первая часть, я от неё очень много эмоций позитивных получил. Единственный недостаток был в ней, это то, что она была полностью на английском языке, и порой было немножко сложно. Ну, прям, знаете, ну, самую малость, но было сложновато местами, да. То есть, когда вот надо было что-то там перевести, я помню. И лес это ёлки, да? Да, лес обычные ёлки, вдалеке стоят. Вот, и как бы вот, когда, как раз таки, ставили концерт, так как там, получается, надо на слух было определять, что говорит диктор. Ну, в целом, со всем этим тоже быстро справились. Самский было бы комфортнее. Так, третий, рыцарь смотрит направо, под ним дохлый, скажем так, грубо говоря, тоже рыцарь с стрелами в груди, и под ними просто деревья. Понял, сейчас искать. То есть, рыцарь смотрит направо, под ним мёртвый рыцарь со стрелами в груди, и с тремя стрелами в груди тоже смотрит направо, и под ними деревья. А, важное уточнение. А что на бронике изображено у рыцаря? У такого из у верхнего? Да. Да. У него на, скажем так, боковых ладах цветы изображены, а на груди ничего не изображено. Ну нет, что-то может есть, но не видно почти. Понял, просто тут как раз таки два рыцаря, один с этим волком в овечьей шкуре, и один без. Ну тут не видно, тут что-то есть, но там, знаешь, как бы две части маленькие видны, и всё. Ну я понял, да. Блин, вот классненько, да. Слушай, а вот сориентируй со вторым рыцарем, который до этого был. А-а-а, который на прошлой фреске? Ну, на этом? Да, на прошлой. А на груди у него видно, что как будто то ли два коня, то ли с мечами стоят, то ли два волка этих. А у короля? Так, у короля на груди висит, скажем так, золотое украшение, и у него там кто-то, кто-то с короной, скорее всего, лев какой-нибудь с короной. Их два или один? Ну два-два-два, просто один мало видно, а второго больше видно. Понял. Тёмной-тёмной зимней ночью. Мы остались у огня. А, какой там рыцарь был под... А, смотрит направо, в левой руке у него меч, в груди три стрелы. А, ну то есть как бы мы много, да, уже чё здесь прошли. Ну тогда за один стрим, скорее всего, пройдём и всё. А потом на следующем стриме, ну не сегодня, может быть там, на днях, покажем вам за... Ну поменяемся местами с Никитой, то есть я буду крестьянином, он будет лордом. Блин, ну вот знаете, ну, классно сделали. Просто какую-то колонку каменную, да, вот этот вот замок и факелы эти. А снизу просто деревья обычные. По бокам справа-слева такие деревья косые немного, и по центру четыре дерева стоят. А там есть какой-то прудик ещё снизу? А, нет, прудика нет никакого. Прудика же нет, да, прудика нет никакого. Какого-то? Угу. Какая-то процвета здесь таких вот фильмов, ну в духе типа Игры Престолов, там, или чё-то такое. Да и по后, ран겠죠 даже классные фильмы были, люблю, типа Робина Гу... Так, всё, нашёл лениный. И прочее, и прочее. Такая же атмосфера у них была раньше. Там огромные каменные залы с факелами. Или вроде всё? Да, загадки рандомятся, значит, это не то что то. а вторых риски может за тенис елки вот елки как будто на краю стоят 6 елок слева 6 елок справа и под ними зелененькое такое как будто озеро или не знаю как раз я у меня просто стоял с елями вот там елки да ну как бы и снизу под ними чуть-чуть зелень как будто данные они на край ничего отстоят то есть да загадки они но меняются местами скандом порядок на при может быть другие фрески на и все в этом духе там цифры меняются какие-нибудь цвета но в целом загадки будут такие что сказать просто фрески будут может местами поменяться может другие изображения на них будут рисунки другая последовательность ну неплохо может еще что-то не то давай к слева еще посмотрим можешь первый повторить смотри снизу короче слева и справа ветки наискось они идут ближе к центру двумя но помимо мяч и щит вводнутый в землю и в центре копья правильно так выше девушка мертвая с венком цветов на голове с кинжалом в груди и смотрит слева направо ну короче как раз слева голова она смотрит на право да и сверху соответственно король смотрит налево у него на груди но на шее соответственно золото украшение на боковых частях брони у него цветы и в центре с короной то ли лев то ли еще что-то ну два давай вторую вторая рыцарь у него как бы на голове как будто тоже лев то есть у него типа шлем как в полу льва вот опять-таки на боковых частях защиты у него на плечниках короче говорят цветы в центре у него на груди с одной и с другой стороны кто-то с мечом то ли лошадь с мечом то ли козел с мечом не знаю то ли волк с мечом а то бишь рисунок торчит на бронике да 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 рисунок видно да так он смотрит влево вот как раз таки у меня тут неправильно висел из-за того что мы в последний момент уточнять не начали да понял ну да тут как бы пазла остается одним но основа одна у них просто меняется последовательный скажем так так значит что-то не то опять девушка с длинной косой тоже с кинжалом в груди получается смотрит налево все так ну и снизу соответственно там по 6 ёлок слева и справа и они находятся на крайне зеленого ну то ли поле то ли озеро я не знаю все так так вон давай с самой правой там смотри в самом низу там четыре дерева в центре стоят и справа и слева по ветке косой а понял у меня стоял именно четыре дерева в этой еле не я же говорю обычные обычные деревья там слева справа ветки косые да я там чуть не заметил сейчас поставлю есть сегодня маткет что-то не работает мигуя все вроде как ничего меня открылось ничего не поменялось ничего не открылось так а я пиши этого раненого лица смотри он смотрит направо в левой руке у него меч в груди у него три стрелы кровоточащие у него на голове тоже лев ну то есть как типа как шлем из льва а верхняя он одноклассный верхний рыцарь у него один глаз подбит а на груди ничего не видно на груди столько с правой стороны немножко рисунок но считаешь что вот с лево стороны никого рисунка не видно с правой видно прям как это вообще малая часть рисунка не фига себе они только на пока походу да как бы сейчас не казалось что это на самом деле зеркально болит а то то говняно будет может меч это дергать не факт сми дергали все у меня есть красный рычаг но пока не активно я не могу дергать сейчас это когда папа будет поменять куда он смотрит а смотрит на праву него один глаз получается подбит и у него как бы опять-таки на место шлема у него голова льва и он продатый с длинной бородой кстати говоря а в центре был с короткой бородой повтори повтори а справа у него длинная борода в центре который был у него короткая борода который вот ну короче на правом витраже у верхнего рыцаря длинная борода и он смотрит направо а в центральном витраже а рыцарь смотреть налево у него короткая борода про себя же не правильно у правого по крайней мере рисунок не видя на груди ну центрального там полча и лечу такой щенка кто кто-то с мечом у него кто-то с мечом ну там двое с мечами да 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 вот с френдовой с мечами у права вообще ничего не видно все правильно а у левого с короной все видно у шесть какая-то вроде бы все правильно в итоге то давай сейчас еще подумаем ну а а мне у меня нет как давай-ка еще раз с самого левого с первого смотри сверху вниз король в короне с такой очень короткой бородка у него наш к тип козлину короче усы и снизу такая типа испаньолки короче говоря наподобие вот с золотым украшением на шее такие как будто крест на полу крест вот и с львом и коронами на груди он смотрит налево да попробуй это второй витраж так второй витраж значит сверху рыцарь смотрит налево у него такая короткая борода полностью на голове у него вместо шлема голова льва глаза его особо не видно вот на плечах у него цветы на груди у него кто-то с мечами а вот скажи мне там вот и раненая с косой она держит что-то да да у нее что-то в руках то ли тоже кинжал то ли что-то похожее смотрят влево да да сможет ли он она как закрытым глазами лежит удаст как бы взгляд в левую сторону о отлично поменял ее как раз таки за отгадывание fight for the king destroy the enemies стройте за короля уничтожьте врагов наших ой какой-то рычаг ушел 1 а у меня туда у меня тут этот тип как шахматы но не доска такая доска для мини-игр у тебя там есть какое-то поле игровое рычаг в той же комнате и по это не вновь в той же в той же да вот я рычаг дернул у меня есть как бы поле боевое никит я вижу это поле но какие-то камни вот да наверное нужно их обойти как-то так а ты ходишь какой фигуры вообще а звена мечами перекрестными черная фигура за меня прекрасными мечами ты вообще что это можешь сделать не так я так не нужно тебя направлять куда-то скорее всего да что вообще ты видишь сейчас скажу вот я вижу как раз таки твою фигуру стоящую и сливать себя камень всех да так ну по-моему идентично что у тебя должно быть тебя просто скажет какая-то ну да доска я могу эту фигуру как был в разные стороны отправлять у тебя собственно говоря нужно уничтожить фигурки наверно и не совсем непонятно как а ты их видишь кейнистед да вижу я просто не знаю как тебе тут помочь может что чё-то там тоже должен сделать куда мне пойти сначала я не знаю ну я как бы вижу эту доску в реальном времени значит я должен при тебе ее как бы двигать ты говоришь куда там налево направо я не знаю да 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 я вот пытаюсь помочь как я сейчас двигаю ты видишь что-нибудь она продвигается у тебя вот я сейчас двигаю там у тебя продвигается доска есть ты можешь это управлять сам это снега как не тут тебе помочь нахуй что то что не вижу я понял вроде нет я вижу просто вот эту доску в реальном времени ты видишь как я ее двигаю да да так у меня слева и справа камни у тебя тоже самое да а это твоя фигура там стояла не вражеская все понял что-то куда-то пошел тут появился фигуры так и что и куда моя фигура вот я и двигал куда мне идти а я понял она утыкается в камень влево не до упора вперед вперед право право не могу есть меня ко мне непонятно пока я должен получается придумать фигуру чтобы поломать вражеские башни а лево как раз отсюда вас понимаешь ты видишь только одну свою фигуру а справа тебя еще вторая должна как вот на что только что упоролся справа сотри я тебе объясняю вот стоишь ровно на месте и справа тебя над и клетки что ли стоит фигура вторая тв а сейчас кто здесь справа от меня на три фигуры моя фигура да 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 участвует так куда мне надо идти мне нужно атаковать башня а у тебя как это выглядит посмотри одна фигура твоя стоит слева на одну клетку почти до конца упирается а вторая у него станет до конца двер у меня их я их не вижу то есть я вот вижу только свою сейчас нынешнюю фигуру так ладно тогда вперед давай сейчас подожди мяч сейчас так вперед еще раз так не смажь у них влево вперед 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 а одна фигура вперед и башни уходит одна прям на нее так нужно сделать так чтобы они обе были на них ну да давайте тогда шли перезапусти так попробуй два раза вперед справа вперед я понял короче еще раз берет и 2 оставшиеся которые должны в башне быть я пытаюсь продвинуть туда вы их не видите а он их видит налево вперед еще раз нами вперед надо будет а то же самое ток и наоборот а короче только твоя одна фигура доходит до башни все давай еще раз попробуем по-другому я хочу пытаться понять комбинацию который приведет вас обоих как бы я могу свои двигать и скорее всего какая-то другая просто упрется в камень но я вот сам смогу двигаться наверное а вам нужно обоим влезть туда говорят и заходишь башни сидел и шкот вперед то он вылезать из башни растет Два. Понятно. Я просто себя пытаюсь визуализировать тоже это. Раз, два. Раз, два. Вперёд. До упора, иди. Ещё раз. А я в камни встрял. Или ещё могу, типа? Влево. Вперёд. 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 А можешь... А, у тебя камень, я всё понял. Вперёд попробуй. Влево. Влево. Интересно. А ещё влево ты не можешь, да? Могу. Вперёд. Ай, телема тут возникла. Да, интерес в чём там видит, блин. Вперёд попробуй. Ага, на этот раз только другая фигура дошла. Ага... Вперёд. Можешь назад. Назад. Право. Вперед... налево... вперед... тоже не катит... давай сначала я как понял что это за фигня то что я просто не вижу фигуру оставшиеся две вот эти вот... попробуй один раз влево... вперед... у меня камень впереди у меня что-нибудь двигается нет? Нет, тогда вправо вернись, если бы ты сейчас упадешь... Вправо... вперед... Да, интересно... жалко, сейчас стрим, конечно, не подключил бы вы, конечно, круче, чтобы вы хотя бы наблюдали... еще раз вперед надо... Да, да, да... Право... Вперед... Не могу, камень впереди... Ммм, фигово... так, назад тогда иди... ну, влево... Вперед... так, ты упираешься в камень там дальше или как? Не, не, вперед, у меня нормально все Ну, давай вперед Сейчас вперед Вправо... Вперед... 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 Еще раз вперед? Еще раз вперед? Да... Влево... Вперед... А влево можешь? Да... Вперед... А вперед некуда у меня край поля... А вперед некуда у меня край поля... Назад тогда... ибо там дальше не пройдешь... Вперед... Че, по-новой запускать? Попробуем влево... Вперед... Вперед... Вправо... Вперед... 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 Видимо, да, нас заново... Так... Я тут прям путаюсь в одни моменты... И... Как-то понять, как-то сдавести одновременно... Подумай пока... Вперед... 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 Так... Ну я так понимаю, у тебя какая-то другая карта? Иначе как у меня? Ну возможно, да... Просто ты можешь... Вперед... Когда, например... Одна из твоих фигур просто упирается в камень... Так... Ну вот на это ты и расчет, как бы... То есть... Чтобы я двигался куда-то... Чтобы... Одна фигура двигалась, другая не двигалась. А попробую сейчас вперёд. 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 Вправо. Вперёд. 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 Я уже себе в голове это прокрутил. Я просто понял. Я не вижу, но я понимаю, где они были. Я сейчас просто в один момент осенила. Вот и у меня тоже. То есть, я их как бы не видел, но я представился, где они могут находиться и как нужно было пойти. Бывая такое, когда я визуализирую себе что-то на шахматной доске. Так, говори. Так, попробуй вперёд. Вперёд. Ксип, обязательно посчитал, где они могут быть. А, вперёд. Сколько шагов он там сделал, чтобы... Вперёд. К камню. Куда? Лево. Вперёд не можешь? Нет, не могу, у меня там камень. Ага. Да... Вправо вернемся. Вправо. Вперёд. Вперёд. Налево. Налево. Вперёд. И вперёд. Отлично. Всё, хорош. Виктория. Вольди Фузник. Войт. Это был трамп. Подождите, мой сын. Это была... Ловушка. Мой сын. Что же я наделал? Интересная такая загадка была. Ну да, да. Ну он такая, знаешь, как можно было догадаться, чувак. Дорогие и господи. Дорогие и господи. Здравствуйте. Дорогие и господи. Дорогие и господи из него. Ну и вперёд. Вперёд и направо поворачиваю. Направо. Беги, беги, беги. Ещё ещё и дальше, дальше, дальше. Беги. А стоп, 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 стоп. Налево. Стоп, блин. Давай заново, короче. Я просто... Остану. Ага. Так. Вперёд. Налево, налево, налево. Беги, беги, беги. Дальше, дальше до конца. Налево беги. Не успел. Всё, не успел. Прямо по скорости надо. Дальше и... Так, ещё раз давай. Так, вперёд выходи. Входи вперёд. И направо до второго открытого. Направо. Ещё. Вот теперь сюда заходи. И направо после этого. Беги, беги, беги. Направо до конца. Так, отлично. Вперёд, беги. Просто до конца. Вперёд. Теперь направо. Направо. Беги до конца. Беги, беги, беги. Беги до конца. Просто до конца. Беги до конца. Беги, беги, беги. До конца. Потом направо. Не, не, не. Всё, всё. Куда? До конца побежал мимо. Так, выходи. Налево до конца. Налево до конца. Беги, беги, беги. Налево до конца. Как только и... Так, вперёд и налево. налево до конца есть так теперь выходи хотя бы хотели конца выходим когда-то право и конца все просто бегите ли конца до упора а ты нажми этот l3 что бежать так направо налево на правду налево или конца до конца на левый до конца налево не гида я буду здесь какой ты лево имеешь я тебя смотрю я вижу тебя сверху выходи и налево выходи налево до конца 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 заходишь в проход и налево еще раз до конца налево ага до конца до конца до конца до конца отлично выходи туда да и направо теперь до конца беги до конца до конца до конца потом сразу же направо увидишь и налево направи И налево. И налево. И налево. Ещё раз налево. Вот, да. До конца. Отлично. Так. Теперь заходи дальше. Вперед иди. У тебя там есть. Открылось. Выходи вперед. Вперёд и направо. Вперёд и направо. Направо. Ага. Заходи. Заходи. Всё, всё. Промни. А я всё мимо пробежал. Заходи туда и направо. Заново. мне сложно вот так ориентировать вперед выходе открылась открылась и налево 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 до конца налево конца до конца еще раз налево что верни и до конца пробеги есть теперь дальше иди направо-направо до конца просто беды конца опять направо потом налево резко а и в коридор дабы не есть дальше проходили открылось налево направо направо и налево вперед и быстро два ェ are Yumo tenant право быстренько резко не успел успел быть так выходи направо на право 2 поворот будет его сюда до заходи на право есть так вперед до конца биги вперед на право на право еще раз до конца пойдите концер отказать от затем Dyco догонится почо на права и на право слишком быстро а не выходи налево налево на конца беге там еще раз налево пяти конца а ты конца до конца отлично вперед направо до конца беги направо из к adject Fry technical право налево ага и до конца есть дошел вперед и дальше начинаешь лишь направо потом налево дальше види направо-направо резко направо-направо отлично так теперь заходи в круг заходи в круг вперед эти да так иди иди вперед все там открытая дверь у тебя но все-таки не успешно если сейчас зато будет успешно мне просто конечно ходи в центр я захожу и дальше тишина просто а да не слышно начало пушить игру дальше так заходи опять центр за тебя открылась беги направо-направо налево-направо а есть так дальше беги до конца до конца до конца направо еще раз направо по кругу ходи на пока не по нему не будет справа и право 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 успели так выходи и направо-направо налево направо и в кругу фу сосу струб а тела до конца биги направо еще раз направо по кругу обходи полностью обходим ходят ходи дальше 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 направо резко направо еще раз направо отлично так все себе 5 дальше взятка справка забеги просто по кругу по этому так теперь налево налево ты обратно сбежал никит все ты и тут же начинаешь Пуцик. Монтегист говорит, чтобы ты сразу же с кругов не выбегал. То есть на кругах останавливались. Когда доходишь до светящегося круга, остановись на нем. Так, стоп. Так, смотри, значит, ты выходишь и бежишь направо. Опять второй поворот будет справа. Выходи, беги направо. Вот теперь налево и направо. Все, стой в кругу. Стоп. Ну все, все. Как только ты выбегаешь с круга, таймер, короче, стартует. Направо. Направо и по кругу беги. Беги, беги по кругу до конца. И направо-направо резко. Все, не успел. То есть ты в белый круг... Которые таймеры и сейвят просто. Понял. Так, выходишь сейчас на... Ну, выходи и налево беги. Налево до конца. Налево-налево. И слева будет проход еще. И просто до конца прыгнись. В кругу стой. Выбежал уже. Ладно, все, все. Беги-беги дальше теперь до конца. Беги-беги-беги. Будет поворот направо, увидишь. Направо, а потом резко налево. Ага. И до конца такая круга. Все. Стоп, 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 стоп. Отлично. Так, смотри, теперь выходишь. Бежишь налево. Выходи-выходи, беги налево. Дальше даже до конца, до конца. В круг. Теперь справа сбегай. В круг, справа. Ага, теперь налево. До конца. Направо-направо резко. Направо. О, стоп. Успел. Стой. Стой-стой-стой-стой-стой-стой-стой. не выходи из него стою стою жесть какая ух нифига ему там пробежать надо смотри никит короче ты сейчас стоп вот сейчас вперед будешь бежать заходишь через круг выходишь в другом проходе в этом круге в центре соответственно там про каждый конца налево разворачивать биги-биги вперед вперед налево сейчас стой и не раньше слишком рано дальше налево и круг направо теперь отбегаешь на право круг или конца до конца до конца потом направо-направо будет не успел блин пипец я сначала не помню куда цепи снейшими я тебя по сверху стоп так бежишь на про прямо и на втором повороте на правом прямо на право на втором повороте налево и направо все стой круг стой так теперь также дальше придется по кругу бежишь и сбегаешь центр направо и на берет как право вперед направо стоять просто до конца беги до конца вперед беги вот полукруг делай до конца потом направо будешь проходит направо еще раз и дальше по так же по полу кругу до конца там резко направо-направо резко направо-направо нет ники ты опять пробегаешь вперед пробежал а там направо сразу поворот был я я начинаю буду сказать забегай в эту часть заново как вперед налево до конца вперед и налево до конца Дальше, 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 налево и до конца опять. Ага, до конца. Беги дальше, все, все, дальше. Беги, 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 все. Ты опять триггернут таймеры. Дальше, дальше, беги, 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 беги. Направо, налево. Все, 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 налево. Дальше, дай, беги. Стоп, стой, 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 все. Смотри, сейчас, значит, ты бежишь вперед, а потом резко налево по полукругу. У тебя нужно опять в центр вернуться. Так же будет. Сейчас беги вперед, налево. Дальше вперед, направо. Направо, внутрь центра. Налево теперь, и направо, и направо резко. Опять направо. Не слышу. Так, сейчас в минуту Никита телефон позвонил. Так, смотри, тебе, короче, надо сейчас забежать в этот круг, то есть прямо направо до конца забегаешь. Так, прямо направо до конца забегаешь. Сейчас я думаю, как это сделать. Короче, забегаешь в центр, выбегаешь оттуда. Блин, сейчас забегаешь в центр, выбегаешь оттуда прямо. Короче, сейчас забегаешь, у тебя справа будет проход, ты в него забегаешь через центр круг, пробегаешь вперед до конца. Беги, давай, попробуем. Так, направо, сейчас в центр, пробегай дальше, дальше до конца, до конца, дальше вперед, еще налево. Налево. Ага, вперед, вперед, направо теперь. Направо до конца, беги, направо до конца. Беги, 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 беги. блин жесть какая-то я вот именно такой маршрут более не помню чем второй опять-таки убегаешь налево налево вот стороны нашу налево налево там налево и до конца налево все стоп до конца до 5 teres добавится но короче пусть выходишь там опять по полукругу я помню плане налево до конца выходишь направо-направо риск направо-направо стоп все и вот эта красит маршрутовна через центр Сейчас забегаешь, получается. Сейчас направо забегаешь, вперёд чуть пробегаешь, до конца до стены и налево. Когда упоришься до стены, будет налево поворот. Давай, давай, вперёд. Резко сразу же направо. До конца, до конца, до конца. Потом налево. Всё, стена налево. Резко направо. Направо до конца. Ага, и до конца. Беги, беги, всё, теперь до конца. Просто беги, просто беги. Сейчас будет направо поворот. В него заходи и опять направо. Направо, направо. Направо, направо. До конца. И всё, заходи в левый. И так-так-так-так-так... Эх, чутка! Ааа, ужас! Прям секунды не хватило. Я не пойму, как тут бег работает, знаешь, он как-то как будто... Один раз на Л3 нажмёшь, и всё, он бежит. Так, старый маршрут опять налево-налево. Давай налево-налево-налево. И налево-налево до конца. Налево ещё. Так, стоп. Ага, беги сюда. Ты уже знаешь, как здесь бежать, я понял. Я же говорю, я этот маршрут более-менее не помню. Беги-беги-беги-беги. Сейчас будет направо-направо резко. Направо-направо. Налево и вперёд. Тов-тов-тов-тов-тов! А, стоп-стоп. Всё-всё-всё-всё-всё-всё-всё-всё. Ух, блин. Смотри, сейчас ты, короче, до конца добегаешь, до самого упора вперёд стены и просто бежишь направо. То есть это вот огромный круг ты делаешь. Беги-беги-беги-беги-беги-беги. И до конца будет опять поворот направо-направо-направо-направо-направо-направо-направо-направо-направо-направо-направо-направо-направо-направо-направо-направо-направо-направо-направо-направо-направо-направо-направо-направо-направо-направо-направо-направо-направо-направо-направо-направо-направо-направо-направо-направо-направо-направо-направо-направо-направо-направо-направо-н до конца беги просто до конца беги блин этот маршрут сейчас тяжелый так направо направо-направо до конца по левой стене беги декабрь по правой стене до конца и направо старый маршрутник налево налево до до конца теперь направо этот маршрут дает в принципе он не может запомнился у нас нормально пойдет налево налево направо ага ну и дальше опять бежим сейчас налево направо по внутренней направо налево до конца направо-направо сейчас будет и направо-направо-направо не успел но и маршрутник может зайти но и подарочек там я прошел а ну про не выйдя туда все забавный северный сон да да он стартует заново опять новый маршрут опять так же сделаю в идее также видишь на вперед пробеги вперед до конца беги потом направо резки повороты направо и по правой с небес все-таки попрос не на правду вернешь направо-направо и не попросите же по правой стороне спосле правой стены там проход сразу на правом да я да я понял ходи налево да старый маршрут наш налево-налево до конца направо единство только думал после этого загадки мути надо будет скорее всего так что этого старого на настоящий стрит налево-направо на дело а и до конца берет light направо-направо-направо там резко направо-направо-направо все стоп-стоп-стоп также через центр запекаешься на право до конца до упора спасибо наверх 프로 на Raz Ninja вышел корд Joy никого был в Emergency дальше налево налево потом направо и направо до конца беги просто иди касса до конца до конца беги попросить нет пусть сложна право поворот на право по отрезке направо дальше и и налево чутка не успеваем старый маршрут наш налево 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 на право налево до конца берет направо налево до конца на право на право резко на право на право резко а я есть так дальше опять через сейчас на право заходишь избегаешь и до конца выходи направо, сразу же до конца через центр. Беги дальше, 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 дальше. Налево. Направо, направо резко. Направо, направо. Всё, до конца беги просто. Попробуй с ней. Беги до конца. Справа будет проход. И прям направо, опять направо. Направо, направо. Налево и впрямо. Давай, давай, давай до конца. Есть. Отлично. Стоп. Так, теперь думаю дальше. Сейчас ты бежишь. Ох, это тяжело будет. Ну ладно. Ну тут прям уже это всё. Это финальное я вижу. Короче, выбегаешь до конца на... Прямо и бежишь направо по полному кругу. По правой стене. Выбегай и беги до конца к зобики прямо и направо на права по право сне беги справа увидишь про подходы до 5оде 9 기� беги 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 еще дальше беги справа про хочет будет смотреть и направо резко направо право право дальше беги по стене по левой сне теперь беги по левой сне или слева проход заходи до конца до конца до конца и с правой стороны быстрее 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 справа справа блин чутка это финал был близко пипец а это пипец ну давай опять старый маршрут налево 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 Шепот, конечно, подгорает. До конца направо, да, беги. Налево, до конца. Так же опять полево, потом направо, до конца. Направо, налево, вперед, направо-направо резко, право-направо резко. Есть, стоп, стоп. Опять через центр, что-то вы за... Да, мантаги застряли. Так, дальше вперед-перед-перед-перед, налево, направо-направо-направо. До конца беги. Да, немного застряли мы, да. Но мы следующая часть стрима на следующей части. Так, сейчас направо-направо резко. Право-право. Лево-вперед. Давай-давай-давай-давай. Есть, стоп. Все, стоп, это вот финальное осталось. До конца вперед и направо. Все, по праву с ней теперь беги. До конца, до конца, до конца. Я скоро когда поворачивать надо будет. Вот застрелил, да. Так, направо сейчас, направо резко. Право-право. Все, по лево с ней теперь беги. Налево, так. Сейчас будет лево-лево сразу же. Выходи лево-лево. До конца поправо с ней беги. Направо-право резко. Заходи, сходи, сходи. Блин. Твою же мать. Сколько можно? Старый маршрут наш. Лево-лево-лево. Пипец. 40 минут. Да, да. Пипец. Так, направо до конца. Жопу, жопу, да. Установила. Загадка такая, слушай. Налево сейчас будет. Ага, и до конца. Вперед. Также по внутренней. Налево, направо. Направо сейчас. Налево. Вперед. Право-право резко будет. Есть, стоп. Опять через центр заходишь. Ага, прямо, 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 прямо. Направо. Налево, точнее, да. Направо, направо, направо. До конца беги. А что, если уже к стене тут суперсонат запустил? Ну, да, думаю. Направо. И еще-еще. Ага, и вперед налево, налево, налево. Все, стой. Теперь стой, стой. Остановись. Направо, ладно. Поправо, поправо, снег. По более короткой беги стене. О, да. Беги-беги-беги-беги-беги-беги. Направо, направо резко. Теперь по левой стене беги левее. Сейчас лево-лево резко будет. Беги по правой стене. Теперь право-право резко. Прям резко-резко-резко. Заходи, сходи. Да ё-моё. О, что за жесть. Старый маршрут наш. Лево-лево-лево. Пипец. У меня прям мускору плавится. Так же до конца. Направо-направо. Уф. Сейчас уже уйти надо по времени просто. Так, налево, вперед. Вперед-вперед-вперед. Стоп. Так, вперед, налево. Направо. Направо. Налево. Вперед-резкий поворот. Сейчас 2-2. Будет направо. Ага, стоп. Так же через центр. Давай, как обычно. Направо. До конца. Вперед. Налево. Резко направо-направо. До конца по стене поближайше. Беги по правой. Так, сейчас будет право-право. Заходи внутрь. Лево. До конца. Всё, стоять. По правой стене просто. Беги направо, да. По правой стене. Давай, чё, не донат. Нормальный, Сюрюк. Нормальный. Крепись. Крепись. Так, направо-направо. Беги по левой стене. Налево. Ага, всё, беги до конца. Лево-лево резко. И прямо вот всё под центральной. Беги. Беги-беги. Направо-направо-направо-направо-направо-направо. Да чё, моё. Секунды не хватает прям, а. Что жопа такая. Новый маршрут, Никит. Выходи, новый маршрут. Пипец. Ааа, жесть. Опять новый маршрут. Выходи, жди. А слеша, Никита, может тебе... Стой, нажми на паузу. Нажми на паузу. И там в настройках игры ты можешь себе повороты немного резче сделать. Я себе просто повороты увеличил. да 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 поворота немедленно в этой игре вообще-то я думаю что кратчайший путь вижу а стол сми нет резкость камера просто больше я не слышу никита тебя носить это новый маршрутах выходишь не опять так тут только один правильный путь то есть остальные они как бы ложные они в тупик ведут опять нова маршрут опять выходе блин теперь не прет на старый маршрут опять новый маршрут старый маршрут лево-лево-лево эти книги ты пробежал мимо никита не спешит остановись на точках немного не буду спешить новый маршрут опять выходил а тут и получать даже на . не наступил сразу же погнал уже по новому маршруту то может вам направо-направо направо-направо беги до конца до конца ткс направо-направо-направо никита браво но по шутке надо брать на старый маршрут брать сколько женщина тиву опять на во-моршую до 5 выходим а я оффлайн до скорого опять на маршрутники опять на у машута 5 выходе жди а старый маршрут лево-лево-лево наш левая так стой вот со сна и все пробежал то вещь ты просто пишешь в дат入ле до конца casi на конца на конце до конца направо налево вперед стоп как внутренняя часть опять бежишь вперед налево налево до конца направо-направо налево до конца право-право резкий поворот еще право на стоп-стоп стоп-стоп обычное теперь через центруугая timeCal получишься до конца беги прост направо-дикаux отда Jab ça теперь налево направо-направо резко и по стене además ろ и беги там будет escrever самません резко направо сейчас будет такой направо а теперь на левой прямо стоп 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 сейчас бежишь до конца прямо и резко направо до конца прямо резко направо по правоснике ты коса все отелите лица собаковастиamel будем леут foster старшises oler bunch on bright поворот будет так она права обе теперь полива сне сейчас будет резко налево 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 и типа сюда направо-направо-направо-направо-направо на 5 секунд не хватило опять старый маршрут лево-лево-лево футка не спрямую не вашу лево-лево-лево старомашнюю наш как ты конца могут исполнишься право-лево вперед стране выходе лево право право лево вперед право право резко прям резко на стоп а забегаешь центр сейчас направо до конца доказ на косо налево направо-направо-направо до конца бежимба стенки поправы по правой просто короче будет сейчас направо-направо резко направо налево до конца вперед-перед-перед-перед стоп-стоп-стоп-стоп-стоп не спеши ага вперед справа-направа-направа до конца справа поворот справа поворота к забегать туда и конца беги вперед теперь сейчас будет резко налево 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 забегай дальше все бегите для конца и направо-направо резко отлично все Ох, ох, ох! Бегущий игродрофей получен. Так, Никитич, с новой комнат перейдём и давай сегодня, ну, оставим, короче, на следующий этот раз, потому что идти надо будет. Чтобы спущусь куда-то, я не знаю, куда мне спускаться, правда, надо. А, ну всё, контрольная точка же была, да, уже? То есть это сохранилось у нас, по идее, да? Ну да. Ну давай-то сейчас всё в меню влухом, а в следующий раз завершим как раз-таки две последние комнаты по-быстрому и покажем с другой стороны, как это играется. Давай в меню нас, давай, да, спи потихоньку. Ребятки, спасибо большое всем, кто были на стриме. Да, что-то мы немножко так подтупили под конец, очень-очень медленно всё это дело проходили. Вот, продолжим либо завтра там, либо на днях. Ну, возможно, думаю, более вероятно, что завтра я постараюсь, если у Никиты время будет. Покажем вам, соответственно, до конца за мою ветку прохождения, а потом перевернём игру и я буду проходить за Никиту. Ну, то есть как бы, сейчас я лорд, он крестьянин, в следующий раз я буду крестьянином, он будет лордом. Покажем, как это выглядит с другой стороны всё. Начал надо понять, достаточно ли ты для этого хорош в смысле? В смысле? В смысле? Я тре... Чё-чё-чё-чё? Мику, падла, я требую вообще этого... Чё, как правильно оставлять Никиту бежать быстрее? Ха-ха-ха-ха. Как? Если ты берёшь острый нож, если ты берёшь нож, ты достаточно хорош. Я тоже, да, все стримы без неё. Компенсацию требую. А я как? Я же не знаю, как с Мику это говорится. Она на сайте даже показана, что она типа не работает, поэтому... Хрен его знает. Чё да как. Фуф, так что да, большое спасибо, во-первых, Никите, что мы с ним сейчас поиграли. Очень-очень, опять же, бодро получилось, как и с первой частью. Вот, но мы оставимся в это с продолжением следующей стримы. Вам спасибо, что смотрели. Спасибо, 5-0. За поддержку! Лёв, за подарочные сапки, Риверия, за биццы. Вот, всем спасибо, напиши в поддержку. А у них написано там, если типа сайт не работает, то он не работает. Так что как-то, ну, большего сейчас и не сделаешь, на самом деле, к сожалению. Большего не сделаешь. Так, иди сейчас, а Никита у нас в тусовке? Ничего, я посмотрю. А, нет, он не в тусовке, значит он сюда не вернется. Бог, инфа, какая инфа? Слушаю тебя. Всегда запускай стрим. Илюх, он не успевал просто, он только-только Соньку распаковал. Я ему сразу же сказал, что всё, погнали, короче, We were here. Чтоб по времени просто успевать. Видишь, мы и так задержались. Он не успевал, он просто Operation Tango. Что за Operation Tango? Судя по описанию, это продолжение идеи We were here, но стильная, молодежная. Слушай, надо бы там посмотреть, когда проведём все три части. Так что да, просто, но Никита ещё не успел просто банально, да, законнектить Соньку к Твичу и подключиться в принципе. Синь крайне положительный отзыв. Супербас сам не играл, но планирую. Не могу ничего понять, но рассказываю. Понял, понял. На всякий случай продублируй, пожалуйста, её у нас в Дискорде, ладно? Так что да, ребятки, давайте, сейчас я вас просто нарыть тогда отправлю к Зенечу. Да, он там сейчас персону, четвёртую стримит. Отправлялась к Зенечу. А с вами увидимся, скорее всего, завтра. Никита, ещё раз спасибо за классный кооператив. Ребят, спасибо за крутую компанию. Шмолокин, здорово. Здорово, мы сейчас как раз таки отправляемся непосредственно к Зенечу. Если он ничего не заканчивает. Думаю, не заканчивает, да, ещё. Начинаем рейд. Так что да, ты уж под самый конец пришёл. Мы тут наши мозги отмучили по полной программе. Так что да, ребятки, давайте, всё, ещё раз всем спасибо. Всё, слишком долгие прощания тоже нехорошо. Всё, всех обнял. Пока-пока. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok